Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Седьмое. Обретение реального мира. Спокойно сядь и, посмотрев на мир вокруг, скажи, «Нет, не таков реальный мир. В нём нет ни зданий, ни печальных улиц, где бродят одинокие потерянные люди. Нет магазинов, где не скупают горы совсем ненужных им вещей. Не залит он неоновой рекламой, и ночь не опускается над ним. День не встаёт, и сумерки не обволакивают его. В нём нет потерь. В нём всё сияет вечно». От мира видимого тобою нужно отречься, ибо за видение его ты платишь иного рода видением. Нельзя увидеть оба мира, поскольку каждый из них требует разного зрения, и каждый зависит от того, что тебе дорого. Видение одного из них возможно лишь полным отрицанием другого. Оба они не истинны, однако один из них покажется тебе реальным, в той мере, в какой он тебе дорог. И тем не менее могущество этих миров не одинаково, ибо не одинаково твоё реальное влечение к ним. По сути, ты не желаешь мира, который видишь, ведь он тебя разочаровывал с начала времени. Дома, которые ты возводил, не укрывали. Дороги, которые ты провожил, никуда не привели. Ни один город тобой возведённый не выдержал сокрушающего натиска времени. Всё, что ты создал, отмечено печатью тлена. Ты им не дорожи. Оно устало и старо, готово вернуться в прах земной уже в момент создания. У этого болезненного мира нет силы прикоснуться к миру живому. Тебе не влить в него живую силу. И даже отвернувшись от него в печали, тебе в нём не сыскать дороги в мир иной. Реальный мир, однако, достаточно силён, чтобы коснуться тебя даже здесь, благодаря твоей любви к нему. А всё, что ты зовёшь с любовью, к тебе придёт. Любовь всегда ответит, будучи неспособной отвергнуть зов о помощи или не слышать стонов боли, несущихся из каждого угла этого странного, тобой созданного, вовсе не нужного тебе мира. Всё, что тебе необходимо для отказа от него и радостного обмена его на то, что не тобой создано, это желание узнать, что мир тобой созданный – не настоящий мир. Ты был неправ в своём воззрении на мир, ибо судил себе неверно. Что можно видеть, исходя из ложной предпосылки? Всякое видение начинается с воспринимающего, с его суда о том, что истина, что нет. Того, что он считает ложным, он не увидит. Судя реальность, ты её не видишь, ибо как только появляется суждение, реальность оскользает. И седться вон и вправду с глаз долой, ибо тобой отвергнутое присутствует, но более не узнаётся. Христос по-прежнему в тебе, но ты его не знаешь. Его бытие не зависит от твоего признания. Христос живёт в тебе в покойном настоящем и ждёт, когда ты, прошлое оставив позади, войдёшь в тот мир, который он простирает к тебе с любовью. Никто в этом смятенном мире не обойдён, хотя бы мимолетным, видением иного мира вокруг себя. Но каждый, пока он ценит свой личный мир, отказывается увидеть мир иной, настаивая на своей любви к тому, чего совсем не любит, и не идёт путём, указанным любовью. С какой радостью ведёт любовь? Последовав за ним, ты будешь рад, что обрёл попутчика, и от него узнал радостный путь домой. Ты ждёшь лишь самого себя. Отдать этот печальный мир и обменять свои ошибки на покой, Господень, всецело в твоей воле. Христос всегда тебе предложит Божью волю в признании того, что ты её разделяешь с Ним. Бог не желает, чтобы что-либо помимо Его воли коснулось Его Сына. Ничто другое не в состоянии даже приблизиться к Нему. Сын также ограждён от поля, как Сам Господь, всегда и всюду пекущийся о Сыне. Мир Его окружён Любовью, поскольку Бог поместил Сына в Себя, где боли нет и где Его окружает неизбывная и безупречная Любовь. Его покой не изыблем. В полном благоразумии видит Он Любовь, ибо она повсюду вокруг Него и в Нём. Почувствовав объятие Любви, Он в тот же миг откажется от мира Боли. Из этого безопасного места взирает Он вокруг Себя и постигает Своё единство с миром. Лишь в прошлом Божий покой был превыше всякого ума. Но Он здесь, и ты способен осознать Его сейчас. Бог любит Сына Своего Любовью Вечной, а Сын извечно возвращает Любовь Отцу. Реальный мир есть путь, ведущий к воспоминанию о том единственном, что подлинна истина и полностью Твоё. А остальному ты просто одолжил себя во времени, и оно исчезнет. Только это единственное всегда Твоё, будучи даром Божиим Его Сын. Твоя единственная реальность была Тебе дана, и Ею Бог сотворил Тебя с Собой единосущным. Сначала ты станешь грезить о покое, затем пробудешься к Нему. Первым обменом Тобою созданного на желанное станет обмен Твоих кошмарных снов на радостные сны любви. В них и лежит Твое истинное восприятие, ибо Святой Дух корректирует мир снов, мир Твоих восприятий. Знание не нуждается в коррекции, но сны любви приводят к знанию. В подобных снах нет ничего пугающего, поэтому они становятся радушием, которое ты предлагаешь знанию. В радушии они во времени ждет любовь, поэтому реальный мир – ничто иное, как доброе приветствие тому, что было вечно. Следовательно, в нем звучит зов радости, а ты этом же ему послужит Твое радостное пробуждение к тому, что не было утрачено. Итак, воздай хвалу Отцу за совершенное благоразумие Его Святого Сына. Отец твой знает, у тебя нет нужды ни в чем. Но это истина на небесах, ибо чего тебе недоставало в вечности. В Твоем же мире тебе вечно чего-то не хватает. Мир, в котором ты себя видишь, мир недостаточности, поскольку есть недостаточность в тебе. Возможно ли найти себя в подобном мире? В отсутствии Святого Духа ответ звучал бы «нет». Благодаря Ему ответом служит радостное «да». Посредник между двумя мирами, он знает, чего тебе не достает, и что не причинит тебе вреда. Обладание – весьма опасная концепция, будь она предоставлена одному тебе. Эгой необходимо обладать вещами для спасения. Таков его закон. Обладание ради обладания есть его основное кредо – краеугольный камень в фундаменте церквей, воздвигнутых эго самому себе. Оно настаивает, чтобы ты сложил у его алтаря все к обладанию и чем оно само же побуждало, лишая тебя отрады обладания этим. Все то, чего, по мнению эго, тебе не достает, будет тебе во вред. И побуждая тебя вновь и вновь приобретать всего как можно больше, эго оставит тебя ни с чем, поскольку все приобретенное потребует себе. Прямо из-за получивших что-то рук табытое отобрано и выброшено в прах. Ведь там, где эго видит спасение, оно видит и разделение. Поэтому-то ты теряешь приобретенное во имя эго. Следовательно, не спрашивай себя, в чем ты нуждаешься, ибо ты этого не знаешь, и твой ответ доставит тебе боль. Ведь все, что тебе кажется необходимым, усилит противопоставление твоего мира свету и подавит всякое желание усомниться в ценности этого мира для тебя. Только Святому Духу известна твоя нужда. Он даст тебе все то, что не закоротит дороги к свету. А в чем еще есть у тебя нужда? Во времени Он даст тебе все необходимое и будет пополнять его, покуда не исчезнет в нем потребность. Того, что тебе нужно, он у тебя не заберет. При этом Он прекрасно знает, что твои нужды приходящие и что они просуществуют до тех пор, покуда ты не отступишься от них и не поймешь, что все они уже удовлетворены. Следовательно, у Святого Духа нет ни малейшей заинтересованности в тех вещах, которыми Он обеспечивает тебя, за исключением одной – уверенности, что ты не станешь ничего использовать с целью замедлить свое пребывание во время. Он знает, что здесь ты на чужбине и не желает промедления в твоем счастливом возвращении домой. Оставь же ему свои нужды. Он их удовлетворит, не придавая им особого значения. Все, что приходит от Него, приходит в безопасности с его гарантией о том, что никогда подаренное им не станет мрачным очагом, источником страданий в твоем разуме. Им направляемый ты будешь странствовать левко по легкому пути, ибо взор его устремлен к концу пути, который и есть его цель. Господень и Сын не странствует сквозь внешние миры. Каким бы святым ни стало его восприятие, нет мирования его, хранящего его наследие. А внутри себя у Него нет потребностей, ведь Свету ничего не нужно, только светить в покое и дать своим очам продолжиться в покое к вечности. Когда-то искушаем желанием пуститься в бесплодное странствие, вводящее прочь от света, вспомни, чего ты истинно желаешь, и скажи «Святой Дух ведет меня к Христу. Куда же мне еще идти? Что нужно мне, если не пробуждение в Нем?» Затем последуй в радости за Ним, уверенный, что невредимо Он проведет тебя через припоны, воздвигнутые миром на пути к твоему душевному покою. Не преклоняй колено перед жертвенным алтарем и не ищи того, что все равно определенно потеряешь. Довольствуйся лишь тем, что ты с уверенностью сохранишь. Оставь свою неугомонность, ведь ты предпринимаешь тихое странствие к покою Божьему, где Он тебя желает видеть в тишине. Во мне ты уже одолел все искушения, способные содержать тебя. Идем мы вместе по дороге к тишине, которая и есть дар Божий. Ты мною дорожи, ибо в чем еще, если не в братьях, есть у тебя нужда? Мы восстановим в твоем разуме покой, который отыщем вместе. Святой Дух тебя научит, как пробудиться в нас и к самому себе. Это единственная реальная потребность, которую необходимо удовлетворить во времени. Спасение от мира только в ней. Тебе я отдаю мой собственный покой. Прими же его в радостном обмене на то, что, предложив, обратно забирает мир. Мы тут покой накинем, как вуаль из света, на грустный виг мирской. Укроем наших братьев им от мира, а мир от них. Гимн избавления не поется в одиночку. Моя задача не завершена, покуда каждый голос я не возвысил до своего. Но даже этот голос принадлежит не мне, ибо так же, как он мой дар тебе, он был даром Отца, подаренным мне через Святого Духа. Звуком его исконится печаль из разума Святого Сына Божьего, где и нет места. Исцеление необходимого времени, ведь радость не утверди своего вечного господства там, где живет печаль. А ты живешь не здесь, а в вечности. Ты странствуешь во снах, будучи дома в безопасности. Благодари же каждую часть себя, которую ты научил помнить тебя. Так Божий Сын благодарит Отца за собственную чистоту. Восьмое От восприятия к знанию Всякое исцеление – это освобождение от прошлого. Вот почему Святой Дух – единственный Целитель. Он учит, что прошлого не существует. Но это факт, принадлежащий сфере знания, а посему здесь неизвестно никому. С подобным знанием было бы невозможно жить в подлунном мире. Ведь разум, знающий о нем, знает и то, что пребывает в вечности и вообще не пользуется восприятием. Он, следовательно, не думает о том, где он находится, ибо концепция «где» для него бессмысленна. Он знает, что он везде, как знает, что обладает всем и навсегда. Подлинное различие между восприятием и знанием прояснится, если ты примешь во внимание, что знание не может быть частичным. Каждый аспект его целокупен, и в силу этого его аспекты не разобщены. Ты есть аспект знания, будучи в разуме Бога, знающего тебя. Все знание должно принадлежать тебе, ибо в тебе все знание. Самое полное восприятие и то нецелостно. Даже восприятие Святого Духа, верх совершенства в сфере восприятия, бессмысленно в Царстве Небесном. Восприятие им направляемое способно распространяться всюду, поскольку видение Христа все видит через призму света. Однако даже самое святое восприятие не длится вечно. Совершенное восприятие тогда имеет много общих чат сознания и делает возможным переход в него. Последний шаг при этом принадлежит самому Богу, ибо последний шаг в твоем искуплении, казалось бы, принадлежащий будущему, был Господом осуществлен при твоем сотворении, и разделение ему не помешало. Творение невозможно помешать. Разделение есть просто неверная трактовка реальности, не оставившая последствий. Чудо, не имеющее своей функции на небесах, необходимо здесь. Аспекты реальности все еще различимы, и они заместят аспекты нереального. Аспекты реальности можно увидеть всюду и во всем, но только Богу под силу собрать их воедино, венчая их как одно, конечным даром вечности. Отдельно от Отца и Сына у Святого Духа нет функции. Он не разлучен с тем и с другим, будучи в разуме обоих, и зная, что разум тот един. Он мысль Божия, и Бог дарует его тебе, ибо в нем нет мыслей, которых пока Господь не разделял. Весть Святого Духа говорит о безвременном во времени. Вот почему Христовым видением все видимо с любовью. Но даже Христово видение не есть его реальность. Золотоносные аспекты реальности, брызнувшие навстречу свету под его любящим взором, есть только проблески рая, сияющего позади них. Чудо творения в том, что оно и вечно, и едино. Каждое чудо, тобой предложенное Сыну Божьему, не что иное, как подлинное восприятие одного аспекта целого. И хотя каждый аспект и есть целое, ты этого не знаешь, покуда не увидишь, что все они одно и то же, воспринятые в одном и том же свете и, следовательно, в единстве. Тот, кто увиден тобой вне прошлого, приближает тебя к концу времени, внося исцеленное и исцеляющее зрение во тьму и придавая миру способность видеть. Ведь свету нужно явиться во мраченный мир, чтобы даже в нем стало возможным видение Христа. Так помоги ему дарить свой свет всем тем, кто думает, что бредет в потьмах. Позволь ему собрать их всех своим спокойным взором, в котором все они одно. Все они одно и то же, все одинаково прекрасны и в святости своей равны. Он их предложит своему Отцу, как они были предложены ему. Есть только одно чудо и одна реальность. И всякое творимое тобою чудо содержит в себе их все, как каждый видимый тобой аспект реальности сливается в покое с единственной реальностью Господней. Единственное чудо когда-либо существовавшее это святейший Божий Сын сотворенный в одной реальности который есть его Отец. Видение Христа есть его дар тебе а бытие его есть дар ему его отца. Будь же доволен исцелением ибо Христовым даром можно одарить а дар отца нельзя утратить. Дари же это дар везде и каждому и чудеса предложенные Сыну Божьему через Святого Духа делают тебя созвучным реальности. Святой Дух знает и твою роль в спасении и тех кто тебя ищет и то где их найти. Знание далеко от сферы твоей личной заботы. Тебе кто есть и часть его и все оно необходимо только осознать что знание от отца не от тебя. Твоя роль в избавлении идет тебя к нему возобновляя его единство в твоем разуме. Увидев своих братьев как себя ты будешь освобожден для знания постигнув науку своего освобождения через того кому известна подлинная свобода. Соедини со мной под знаменем святым его учения и когда наша сила возрастет когда могущество Господня Сына окрепнет в нас мы никого не обойдем и не оставим в одиночестве и точно же со временем будет покончено и мы соединимся в вечности Бога нашего Отца. Святой Свет виденный тобой вне себя к тебе вернется в каждом чуде предложенном тобою брату и зная что этот свет в тебе твои творения прибудут там с тобою как ты в твоем Отце. Так же как чудеса объединяют тебя с твоими братьями твои творения учреждают твое Отцовство на небесах. Ты есть свидетель Божьего Отцовства Он наделяет тебе силой творить свидетелей твоему Отцовству в Царстве Небесном. Отвергни брата и ты отверг свидетеля своего Отцовства на небесах. Чудо сотворенное Едином столь же совершено как чудеса которые ты учредил во имя Его. Им исцеление не нужно оно не нужно и тебе когда ты принимаешь их. Однако в этом мире твое совершенство ничем не засвидетельствовано. Бог о нем знает но не знаешь ты и следовательно не разделяешь его свидетельство твоему совершенству. И сам ты не свидетельствуешь ему ибо реальность подтверждается единством. Бог ожидает твоего свидетельства своему Сыну и самому себе. Чудеса творимые тобою на земле вознесены к нему на небеса. Они свидетели неведомого тебе и как только они достигнут врат небесных Бог отворит врата. Он не оставит своего возлюбленного сына за ними вне себя. Девятое облако вины только вина скрывает от тебя Отца, ибо вина это атака на Сына Божьего. Виновные осуждают вновь и вновь, увязывая будущее с прошлым согласно закону Эга. Лояльность этому закону препятствует проникновению света, требует преданности тьме и запрещает пробуждение. Закон Эго суровы и нарушение их карается нещадно. Не повинуйся им, ибо они законы наказания. Послушные им верят в свою виновность, а посему и осуждают. Чтобы освободить себя, законы Бога необходимо поместить между будущим и прошлым. Искупление стоит между ними, подобно светильнику, сияющему столь ярко, что исчезает цепи мрака, коими ты себя опутал. Освобождение от вины и есть отмена Эго. Не вызывай в ком либо страха, ибо его вина твоя, и, подчиняясь грубым пануканиям Эго, ты навлекаешь его осуждение на себя. И вот уже неизбежно наказание, налагаемое Эго на своих послушников. Лояльность самому себе Эго вознаграждает болью, ибо вера в него и есть боль. Вера вознаграждается в системе тех убеждений, которым она посвящена. Вера создается сила убеждения, и тем, чему она посвящена, определяется вознаграждение. Ведь вера всегда дана тому, что почитается сокровищем, и то, что ты посчитал сокровищем, к тебе вернется. мир может отдать тебе лишь то, что ты отдал миру, поскольку, будучи твоей собственной проекцией, он не имеет смысла вне того, что ты увидел в нем и чему поверил. Преданной тьме ты не увидишь вовсе, ведь твоя преданность вознаградится тем, что ты отдал. Ты примешь свое сокровище, и если преданность свою ты вложишь в прошлое, то будущее станет подобно прошлому. Все дорогое сердцу твоему считаешь ты своим. Сила твоей оценки делает его таковым. Искупление приносит переоценку всех твоих ценностей, ведь с его помощью Святой Дух оттеряет истину от лжи, поскольку ту и другую ты впустил в свой разум, не видя между ними разницы. Следовательно, ты не в состоянии оценивать одно без другого, и вина становится для тебя такой же истинной, как невиновность. Ты в невиновность Сына Божьего не веришь, поскольку видишь прошлое, а самого его не видишь. Когда ты осуждаешь брата, ты говоришь, я был виновен и выбираю оставаться им. Ты отказал ему в свободе и этим отверг свидетеля своей свободы. С той же легкостью ты мог освободить его от прошлого, очистить его разум от облака вины, связующего его с прошлым. Тогда в его свободе ты бы обрел свою. Так не обременяй его виною, ведь в тайниках своей души он верит, что сделал то же самое с тобой. Станешь ли ты его учить, что в своих заблуждениях он не обманут? Безумна мысль о том, что невиновный Божий Сын способен на себя напасть и сделать себя виновным. В какой бы форме у кого бы не появилась эта мысль, ты ей не верь, ибо и грех, и осуждение суть одной и той же, а вера, вот она и одному, есть преданность и другому, и требует наказания, а не любви. Безумие нет оправдания, а призыв к собственному наказанию должен быть и есть безумие. Не видя ни в ком вины, ты подтверждаешь истину собственной невиновности. Любое осуждение Сына Божьего служит признанием твоей собственной вины. Желая освобождения Святым Духом от вины, прими его дар искупления для всех твоих собратьев. Так ты узнаешь, что оно истинное для тебя. Помни всегда, что невозможно частично осудить Божьего Сына. Тобой обвиненная становится свидетелями вины в тебе, и ты увидишь ее в себе, поскольку она и есть в тебе, покуда не упростнена. Вина всегда в твоем разуме, осуждающем самую себя. Не проецируй ее, пока ты проецируешь вину, ее не отменить. С каждым тобой освобожденным от вины, ширится рекование на небесах, где радуются свидетели твоего отцовства. Вина кого угодно сделает слепым, поэтому увидев даже крупицу вины в себе, ты не увидишь света. А проецируя вину, ты видишь мрачный, окутанный своей виной мир. Забросив на него завесу тьмы, ты более вины не видишь, не в состоянии заглянуть вовнутрь. Ты в страхе перед тем, что мог увидеть, чего на самом деле нет. Того, чего ты боялся, более нет. И, глядя вглубь себя, ты мог увидеть только искупление, сияющее в покое и тишине над алтарем твоему отцу. Не бойся заглянуть в свои глубины. Яко спешит тебя заверить, что там сплошная мгла вины и не советует туда глядеть. А вместо этого оно рекомендует обратиться взором к братьям, увидеть в них вину. Но это можно сделать, лишь оставаясь слепым. Ведь те, кто видит братьев в темноте и в черном саванне вины, в котором они сами их укрыли. Боятся увидеть свет внутри себя. Внутри тебя вовсе не то, чего ты ждал, чему ты отдал свою веру. Внутри тебя знамение святой абсолютной веры Отца в тебя. Он не оценивает тебя твоей же мерой. Он знает себя и знает истину в тебе. Он знает, что между ними нет отличий, ибо отличия ему неведомы. Разве есть шанс увидеть вину там, где только совершенную невинность видит Бог. Ты в состоянии отвергнуть его знания, но не способен изменить его. Узри же свет, который он поместил внутри тебя. Пойми, что все тебя пугавшее замещено любовью. Десятое. Освобождение от вины. У тебя уже есть представление о том, что разум способен видеть источник боли там, где его нет. Сомнительная услуга подобного смещения имеет цель скрыть действительный источник вины и утаить от твоего сознания его полнейшее безумие. Смещение всегда поддержано иллюзией достоверности источника вины, от коего отведено внимание. этот источник вызывает страх, иначе ты бы не сместил вину к тому, что представляется менее опасным. Следовательно, ты согласен видеть разного рода источники при условии, что они не тот глубинный источник, кому эти источники не имеют отношения. Безумные идеи не связаны реальными взаимоотношениями, вот почему они безумны. реальные взаимоотношения не обусловлены виной, и чистота их не замарана даже малейшим пятном вины. Все отношения, тронутые виной, используются только для того, чтобы уклониться от определенного лица и от вины. Что за нелепые отношения ты создал для этой нелепой цели? Ты позабыл, что подлинные отношения святы и недоступны для твоих манипуляций? Они используются только Святым Духом, это и обеспечивает их чистоту. Если же ты переместишь на них свою вину, Святой Дух не воспользуется ими. Если ради собственных целей ты первым завладеешь тем, что должен был бы отдать ему, то он не сможет воспользоваться этим для твоего освобождения. Тот, кто объединяется с другими лишь целью собственного спасения, не обретет его в подобных странных отношениях. В них невозможно соучастие и, следовательно, они нереальны. В любом союзе с братом, в котором ты стараешься переложить на него свою вину или же разделить ее, либо воспринять его собственную вину, ты ощутишь себя виновным. Такой союз, будучи нереальным, не удовлетворит тебя. Ты видишь во взаимоотношениях вину, поскольку ты поместил ее туда. Те, кто испытывал чувство вины, непременно постараются ее сместить, поскольку они верят в нее. Даже страдая, они не захотят взглянуть вовнутрь и отказаться от вины. Им не вдомек, что они любят. Им непонятна суть любви. Главная их принять источник вины находящимся вне себя и, следовательно, себе неподконтрольном. Настаивая на том, что ты виновен, но что источник твоей вины остался в прошлом, ты не глядишь в себя. Прошлое не в тебе. Твои нелепые ассоциации с прошлым бессмысленны в настоящем. И, тем не менее, ты позволяешь ему стать между тобой и братьями, с которыми тебе не установить реальных отношений. А разве возможно, пользуясь своими братьями как средством разрешения былых проблем, увидеть их истинную сущность? Спасение не находят те, кто пользуется своими братьями для разрешения несуществующих проблем. Ты не желал спасения в прошлом. Навяжешь ли ты свои тщетные желания настоящему в надежде отыскать спасения сейчас? Итак, прими решение не быть таким, как прежде. Не пользуйся взаимоотношениями, чтобы оставаться в прошлом, но с каждыми из них рождайся заново день ото дня. Минуты, даже менее того, будет достаточно, чтобы освободить тебя от прошлого, предать твой мирный разум искуплению. Когда любому встречному ты радуешься в той же мере, в какой желал бы твоему отцу приветствовать тебя, ты не увидишь в себе вины. Ибо ты принял искупление, сиявшее внутри тебя, в то время, когда ты грезел о вине и не желал глядеть в себя, чтобы не видеть искупление внутри. Пока ты продолжаешь верить, что вина каким-то образом в каком-либо аспекте, в ком-бо-то ни было, безотносительно к его поступкам оправданно, ты не посмотришь вглубь себя, где всегда можно обнаружить искупление. Конца вине не видно до тех пор, покуда в твоих глазах есть для нее причина. Нужно в конце концов понять, вина всегда и полностью безумна и беспричинна. Святой Дух не намерен рассеивать реальность. Будь вина реальную, было бы нереальным искупление. Цель искупления развеять заблуждение, а не установить сначала их реальность, а уж затем простить. Святой Дух не оставляет ирюти в твоем разуме, чтобы тебя пугать или показывать тебе, от чего он спас тебя. То, от чего он тебя спас, ушло. Не предавай вине реальности и не ищи ее причину. Святой Дух исполняет и исполнял всегда верение Божьей. Он видел разделение, но знает о единстве. Он учит исцеление, но знает о творении. Желает он тебя и видеть, и учить, как он, и через него. однако ты не знаешь то, что знает он, хоть оно и твое. Сейчас тебе дано учить и исцелять, и делать будущее настоящим. Пока месть оно все еще не в настоящем. Божий Сын думает, будто он потерян в своей вине и одинок во мраке мира, где боль преследует его извне со всех сторон. Но посмотрев себя и обнаружив там сияние, он вспомнит, как сильно любит его отец. Тогда самая мысль о том, что отец не любил или порицал его, покажется невероятной. В тот миг, когда ты осознаешь безумие вины, полная неоправданность и беспощенность ее, ты не побоишься увидеть искупление и полностью принять его. Ты столь немилосердная по отношению к себе, не помнишь любви отца. И глядя без милосердия на своих братьев, не помнишь, как сильно любишь его. Любовь же это истина навечна. Внутри тебя в покое сияет непорочность, в которой ты был сотворен. Не бойся посмотреть на замечательную истину в себе. Смотри сквозь пелену вины, что затмевает твое видение за грани тьмы, на то святое место, где виден свет. Алтарь отца чист так же, как он сам, воздвигший его себе. Ничто не в состоянии отстранить от тебя то, что Христос желает тебе видеть. Воля его подобна воле его отца. Он предлагает милосердие каждому чаду Божьему и ожидает от тебя того же самого. Освобождай же от вины, как сам желал бы от нее освободиться. Иного нет пути увидеть свет любви внутри себя, сияющей уверенно и неизменно, как любит Бог своего сына, и как сын Божий любит своего отца. В любви нет страха, ведь любовь безвинна. И ты, всегда любивший своего отца, не побоишься, какова бы ни была причина, посмотреть в себя и там увидеть свою святость. Ты не таков, каким себе казался. Твоя вина полностью беспричинна, ибо она не в Божьем разуме, где пребываешь ты. Эту причину и восстановит тебе Святой Дух. Только иллюзию он изымает, все остальное он желает тебе видеть. И видение Христовом он тебе покажет совершенную и вечную чистоту Господня Сына. Нельзя восстановить реальных отношений с одним из Божьих сыновей, если ты их всех не любишь в равной мере. Любовь неизбирательна. Если ты выделяешь для своей любви какую-либо часть сыновства, ты навязываешь вину всем своим взаимоотношениям и делаешь их нереальными. Ты любишь только так, как любит Бог. Так не старайся же любить иначе, ибо кроме его любви нет никакой виной. Покуда ты не признаешь это истиной, ты не узнаешь, какова любовь. Тот, кто не любит брата своего, не видит себя невинным в покое Божьем. Ежели кто-то невиновен и покоен, но этого не видит, он заблуждается и не глядит в себя. Ему я говорю, остановись, узри Господня Сына и чистоту Его, узри в покое Его святость и поблагодари Его Отца за то, что не коснулась Его вина. Твои иллюзии, направленные против Сына Божьего, ни в коей мере не затронули Его невинность. Его сияющая и не омраченная виною любви и исполненная чистота светла в тебе. Давай глядеть на Него вместе и вместе любить Его. У любви к Нему залог твоей невиновности. Углядись в себя и радость и благодарность за то, что ты в себе увидишь, вино прогонит навсегда. Я славлю тебя, Отче, за непорочность твоего Святого Сына, которого ты сотворил на вечно невиновном. Подобно твоим и преданность моя, и вера, там, где находится мое сокровище. Разница только в том, что я люблю все то, что любится одно со мной Отец. Поэтому ценность твоя для меня превыше той, какой ты оценил себя. Она подобна той, которую тебе определил Отец. Я люблю все им сотворенное, всю свою преданность и веру я отдаю ему. Вера моя в тебе так же крепка, как любовь моя к Отцу. Мое доверие к тебе бескрайне, и я не опасаюсь, что ты не услышишь меня. Я благодарен Отцу за твою красоту и за те многие дары, что ты позволишь мне предложить царству в честь его святости, которая есть Божья святость. Славен ты соединяющий Отца и Сына. Поодиночке мы не видны, но вместе мы сияем таким сиянием, которое несравнимо с одиночным светом. В славном сиянии царства рассеивается вина, и превратившись в доброту, она уже не станет тем, чем была. Каждая твоя реакция будет столь чиста, что обернется гимном славы твоему Отцу. Пусть только слава видится тебе во всем его творении, ибо он неустанно славит тебя. Объединенные в этом гимне славы стоим мы пред небесными вратами, куда в своей безгрешности уверенно войдем. Бог тебя любит. Разве я мог бы, в тебя не веря, любить его всецело? Одиннадцатый Покой небесный Забвение, сон и даже смерть – вот лучшие советы эго по поводу того, как реагировать на грубое вторжение вины в покой. Однако никто не видит себя в конфликте, опустошенном гибельной войной, не верит, что в той войне оба противника реальны. А веря в это, каждый ищет выхода, ибо подобная война наверняка разрушит его покой, а следовательно и его самого. Когда бы он осознала, что вся эта война идет лишь между реальной силой и нереальной, он мог бы, посмотрев себя, увидеть свою свободу. Никто не видит себя опустошенным и утомленным бесконечными сражениями, если считает их бессмысленными. Бог не желает вергать войну своего сына, а потому и нереально воображаемые недруги его. Ты просто стараешься избавиться от этой корестной войны, от кой ты уже избавлен. Война окончена, ведь ты услышал гимн свободы, восшедший к небесам. Радостью и блаженством своего освобождения ты обязан Богу, поскольку освобождение вершилось не тобой. Но если освобождение не твоих рук дело, то и война, угроза твоей свободе, не создана тобой. Ничего пагубного никогда не было и не будет. Война, вина и прошлое, все заодно канули в небытие, откуда и пришли. Когда все вместе мы соединимся в Царстве Божьем, ты перестанешь дорожить тем, что ценишь здесь и сейчас. Ведь здесь ты ничего не ценишь полностью, а значит и не ценишь вовсе. Ценность там, куда Бог поместил ее, а ценность, данная чему-то Богом, суждению не подлежит, ибо она уже установлена. Она абсолютна. Либо она понятна, либо нет. Ценить подобное частично, значит не понимать его ценности. на небесах есть только то, что ценит Бог, и ничего иного. Рай абсолютно недвусмыслен. Все в нем ясно и светло, способствуя лишь одному ответу. Там нет контрастов, нет и тьмы, нет перемен, помех. Есть ощущение глубокого покоя, который не приснится ни в одном мирском сне. Подобного покоя в нашем мире нет, поскольку в нем нет подлинного соучастия. Совершенное восприятие способно показать только возможность полной сопричастности. Оно также способно показать и результат подобной сопричастности, покуда ты все еще помнишь результаты непричастности. Святой Дух мягко показывает этот контраст, зная, что в конечном счете ты ему позволишь показать тебе различия между ними, позволив выявить для тебя то, что истинно. Он полностью уверен в твоем окончательном суждении, зная, что сделает его за тебя. Сомневаться в этом значило бы усомниться в осуществлении его миссии. Разве подобное возможно, коль скоро его миссия от Бога? Ты, чей разум омрачен сомнениями и виной, запомни, Бог дал тебе Святого Духа. Ему же дал святую миссию изгладить сомнения и каждый след вины, взваленный на себя его любимым сыном. Провал подобной миссии немыслим. Ничто не в состоянии помешать осуществлению верений Божьих. Какой бы ни была твоя реакция на голос Святого Духа, какому бы ты не прислушивался к голосу, как бы нелепо ни были мысли, одаревающие тебя, осуществилась Божья воля. Ты обретешь покой, в котором Он учредил тебя, ибо Он не меняет своих решений. Он неизменен, как покой, в коем ты пребываешь и о котором Дух Святой тебе напоминает. В Царстве Небесном не помнится ни изменения, ни смещения. Контрасты необходимы только здесь. Различия и контраст нужны как средство обучения тому, к чему нужно стремиться и чего испекать. Постигнув это, ты найдешь ответ, с которым отпадет нужда в различиях. Истина явится по своей воле, заняв свое по праву место. Когда же ты постигнешь, что принадлежишь истине, она будет легко струиться над тобой вне всяческих различий. Тебе уже не понадобятся контрасты для понимания, что только истина была твоим желанием. Не бойся, что Святой Дух не исполнит наказа твоего Отца. Господня воля не знает неудач. Вер лишь в одно, и этого достаточно. Господь желает тебе быть в раю, и ничто на свете не удержит его вдали от тебя или тебя от него. Все твои ложные представления, нелепые фантазии и безнадежные кошмары снов, ровным счетом ничего не значат. Им никогда не одолеть покоя, волей изъявления Господня для тебя. Святой Дух восстановит твое здравомыслие, ибо безумие не в Божьей воле. А если для него, ее довольны и для тебя. Ты не оставишь себе того, чего для тебя нет в Господней воле, ибо оно нарушило его общение с тобой, общение желанное ему. Голос его будет услышан. Узе общение, заложенное в тебя самим Всевышним, соединившим твой разум со своим, нерушимо. Возможно, ты веришь, будто желаешь их прервать, а это и вправду нарушает глубокий Бог с тобой разделяет благость постоянного общения. Но каналы его связи не могут закрыться полностью, прервав твое общение с ним. Покой будет твоим, ибо его покой по-прежнему к тебе струится от того, чья воля есть покой. Покой в тебе сейчас. Святой Дух научит им пользоваться, и продолжай его к другим понять, что он в тебе. По Господней воле для тебя навечно Царство Божие. Святой Дух знает только его волю. Царство Небесное не может не стать твоим, ведь Бог это уверенность, и все, на что есть его воля, несет печать его уверенности. Спасение ты постигнешь потому, что сам научишься спасать. А из того, чему учить тебя желает Дух Святой, себя не исключить. Спасение определено как сам Бог. Его уверенности достаточно. Пойми, что самый черный из всех кошмаров, преследующий разум спящего Господня Сына, над Ним не властен. Сын Божий осилит урок пробуждения. Господь печется о Своем Сыне и окружает Его светом. Разве Сын Божий потеряется во снах, если Бог поместил в Него радостный призыв проснуться и возрадоваться. Ему не отделиться от того, что в Нем самом, и сну Его не превзойти призыва к пробуждению. Миссия избавления осуществится, что так же несомненно, как то, что творение неизменной вечности. Совсем не обязательно знать, что Царство Божие Твое, чтобы его сделать таковым. Оно Твое, но, чтобы это знать, необходимо Божью волю принять как свою собственную. Святой Дух устраняет все, учившее тебя примирять истинное сложным. Подобным примирением Эго подменяет твое примирение со здравомыслием и покоем. Святым же Духом в Его разуме тебе уготовано иное примирение, и Он его осуществит, что так же верно, как то, что Эго в своих попытках потерпит крах. Провал Атека не от Бога. С Ним невозможно заблудиться или не осуществить тот план, который Дух Святой дарует каждому во спасении каждого. Освобожденный ты более не помнишь того, что создал Сам, что не было бы для тебя сотворено или в ответ сотворено тобою. Ибо разве способен ты помнить о том, что никогда не было истинным, или не помнить о том, что было истиной всегда? В подобном примирении с истиной и только с нею и лежит покой Царства Небесного. Обучение истине Воистину ты блажен, но в этом мире о том не знаешь. Однако у тебя есть средства постигнуть это, воочию видеть. Святой Дух пользуется логикой так же легко, как Эго, с той лишь разницей, что выводы его не безумны. Они диаметрально противоположны выводам Эго. Указывая путь к Царству Небесному с той уже ясностью, с какой Эго направляет во тьму и к смерти. Мы уже познакомились и с логикой Эго и с ее выводами. И стало очевидно, что их можно увидеть лишь в иллюзиях, где мнимо их ясность представляется ясно видимой. Давай оставив их, последуем простейшей логике, с которой Дух Святой приводит к несложным выводам, свидетельствующим истине, и только ей. Первое. Условия обучения. Коль скоро ты блажен, этого не знаешь, необходимо это постичь. Знанию обучить нельзя, но можно достичь условий, необходимых для знания, ведь именно условия его и были отринуты. Ты можешь научиться благословлять, но дать того, чего у тебя нет, не можешь. Если ты предлагаешь благословение, оно должно было сначала прийти к тебе. И ты должно быть принял его как свое собственное, разве иначе мог бы ты его отдать? Вот почему чудеса предоставляют тебе свидетельство твоей благословенности. Если ты предлагаешь абсолютное прощение, значит ты распрощался со своей виной и принял искупление для самого себя, постигнув собственную невиновность. Как же еще узнать о том, что сделано для тебя, но тебе неведомо, если не поступать так, как поступал бы ты, будь оно уже сделано для тебя? Косвенные доказательства истины необходимы в мире, созданном отрицанием и не имеющем какой-либо направленности. Ты ощутишь потребность в подобном доказательстве, поняв, что отрицание это решение не знать. Логика мира в таком случае должна вести в никуда, поскольку цель ее ничто. А решив иметь, давать и быть не более чем сном, ты должен свои мысли направлять к забвению. А если ты имеешь и даешь, и если ты есть все, но отрицаешь это, твоя система мышления замкнута и полностью разобщена с истиной. Мир этот и впрямь безумен, и степень его безумия нельзя недооценивать. Нет такой сферы твоего восприятия, которая бы не затронула безумие, а сон твой для тебя свят. Вот почему Бог поместил Святого Духа в тебя, куда ты поместил свой сон. Зрение всегда направлено вовне. Когда бы твои мысли исходили только от тебя, система мышления тобой созданная, была бы вечной тьмой. Мысли, либо проецируемые, либо продолжаемые разумом Господня Сына, обладают тем могуществом, которым Он их наделяет. Мысли, которые Он разделяет с Богом, за гранью Его представлений, а созданное им самим и есть Его представление. Именно их, а вовсе не истину, Он выбрал и любить, и защищать. Их у Него не отбирает. Но Он способен отказаться от них сам, ибо источник их искоренения в Нем самом. Ничто мирское не обучит Его тому, что логика мирская целиком безумна и не приводит ни к чему. Однако в Создателе этой безумной логики есть Тот, Кто знает, что она не приводит ни к чему, ибо Он знает все. А любое направление, не совпадающее с тем, которое указывает Дух Святой, приводит в никуда. Отрицая то, что Он знает как истину, ты отрицаешь самую себя, и, следовательно, Он должен учить тебя не делать этого. Отмена созданного столь же опосредованно, как и создание Его. Ты сотворен лишь для того, чтобы творить, а вовсе не для того, чтобы видеть или создавать. Все это только косвенные проявления воли к жизни, блокированные капризными и нечестивыми причудами смерти и убийств, не растеряемых с тобой твоим Отцом. Ты ставил перед собой задачу соучастие в том, в чем соучастие немыслим. Покуда ты считаешь это достижимым, трудно поверить в то, чему в действительности можно научиться. Поэтому ты, Дух Святой, должен начать свое учение с показа тебе того, чему ты никогда не сможешь научиться. Весть Святого Духа неопосредованна, но перед ним стоит задача представить простую истину, настолько извращенной и усложненной системой мышления, что тебе не видна вся ее абсурдность. Он просто видит обоснование такой системы и отклоняет его. Но ты, будучи не способен отменить тобой созданное или избавиться от бремени, уныния и тоски, взваленного на твой разум, не видишь этого. То, что ты создал, тебе обманывает, поскольку ты выбираешь самообман. Те же, кто выбирает быть обманутыми, просто подвергнут атаке прямой подход к проблеме, поскольку, по их мнению, такой подход грозит обману, наносят по нему удар. Второе. Счастливый ученик. Святому Духу необходим счастливый ученик, в ком его миссия счастливо завершится. Ты, преданный страданиям, должен прежде всего признать, что в своих муках ты несчастен. Святой Дух не в состоянии учить без этого контраста, ведь по твоим понятиям страдание и счастье. Это настолько сбило тебя с толку, что ты задумал научиться тому, что тебе никогда не осуществить, поверив, что не обучившись этому, не будешь счастлив. Тебе не разглядеть бессмысленности той основы, на кой зиждется эта нерепая учебная цель. И все же ты в ней усматриваешь смысл. Поверь в ничто и найдешь искомые сокровища. Но им ты еще больше обременишь свой без того обремененный разум. Поверив в ценность ничто, ты станешь его ценить. Кусок стекла, пылинка, тело или война едино для тебя. Если ты ценишь созданное из ничего, ты веришь, что ничто может быть драгоценным. Ты же способен научиться обращать истину в ложь. Святой Дух видя, где ты есть, но зная, что ты совсем не там, начинает свой урок в простоте с основополагающего учения о том, что истина истинна. Это труднейший из предстоящих тебе уроков. И в конечном счете единственный урок. Простота необычайно трудна для извращенного разума. Подумай об искажениях, которые ты создала с ничего, о странных формах, чувствах, действиях и противодействиях, сплетенных из него. Ничто не чуждо тебе в такой же мере, в какой чужда простая истина, и ни к чему на свете не склонен ты прислушиваться менее, чем к ней. Контраст между истинным и ложным налицо, а ты его не замечаешь. Простое и очевидное совсем не очевидно для тех, кто создает творцы и одеяния королей из ничего, поверив, что благодаря всем атрибутам они и есть венценосные особы. Все это видя, Дух Святой просто учит, что все это неправда. Несчастливым ученикам, обучающим себя ничему, обманывающим себя и принимающим ничто за нечто. Святой Дух твердо и спокойно говорит. Истина истинна, все остальное лишено значения. Ничто другое нереально и ничего не существует, кроме истины. Позволь мне указать одно отличие, которое тебе самому не распознать, а выучить необходимо. Вера твоя в ничто тебя обманывает. Отдай мне свою веру, и я с любовью помещу ее в святое место, которому она принадлежит. Там ты отыщешь не обман, но простую истину, и ты ее полюбишь, ибо поймешь. Подобно тебе Святой Дух истину не создавал. Подобно Богу Он знает ее истинной. Свет истины приносит Он во тьму, чтобы посеять тебя. Братья твои, тот свет завидия, осознав, что Он не от тебя, видит в тебе гораздо больше, нежели ты видишь в себе сам. Они станут счастливыми учениками, постигающими урок, несом этим светом, ибо свет учит их освобождению от ничто и всего этим ничто содеянного. Покуда ты не принесешь им света, братья твои не разглядят в цепях, казалось приковавших их к страданиям, всего лишь навсего ничто. Только тогда исчезнут цепи и явственно проступит их никчемность. Ты в этом убедишься вместе с братьями. Поскольку ты учил их радости и свободе, они станут твоими учителями свободой и радости. Кого-то обучая истинности истины, ты постегаешь истину вместе с ним и узнаешь, что все казавшееся наиболее трудным оказывается самым легким. Учись же быть счастливым учеником. Тебе не научиться превращать ничто во все. Узри, что это было твоей целью. Признай, насколько эта цель глупа. Возрадуйся, что с ней покончено, ибо когда ты взглянешь на нее с предельной честностью, с ней будет покончено. Я ранее говорил, пусть не удовлетворит тебя ничто, ибо ты можешь удовольствоваться ничем. Это не так. Желая стать счастливым учеником, отдай все выученное Святому Духу, чтоб с его помощью разучиться этому. Затем начни учить блаженные уроки, что станут быстро приходить, имея в своей основе предпосылку «Истина, истина». «Все выстроенное на истине истинно». Вселенная откроется тебе для постижения во всей своей крациозной простоте. С истиной пред собой ты уже не оглянешься назад. Счастливый ученик удовлетворяет условиям обучения в мире, так же, как он удовлетворяет условиям знания в царстве. Все это входит в план Святого Духа освободить тебя от прошлого, открыть пред тобою путь к свободе, ибо истина истина. А что кроме нее есть, было или будет? В этом простом уроке ключ от мрачной двери, что, как тебе казалось, вечно заперта. Ты создал эту дверь из ничего, и нету ничего за нею. А ключ к ней только свет, что выметит своим сиянием все очертания и форма ничто, все страхи перед ним. Прими же этот ключ к свободе из рук Христа, чтобы соединиться с ним в святой задаче носителя света, ибо подобно своим братьям ты еще не осознал, что свет пришел и вызволил тебя из мрачного сна. Гляди же на своих свободных братьев, учись у них освобождению от тьмы. Свет, что в тебе сияет, их разбудит, и они не оставят тебя во сне. Видение Христа дано в то самое мгновение, когда оно воспринято. Там, где все ясно, все свято. Спокойство этой простоты настолько неотразимо, что ты осознаешь невозможность отрицания простой истины. Ведь ничего другого нет, Бог всюду, и Сын Его в Нем вместе со всем. А если это правда, способен ли он петь за упокойный гимн себе? Третье. Выбор невиновности. Счастливый ученик не чувствует вины за постижение. Об этом весьма существенном обстоятельстве не стоит забывать. Безвинному ученику учу выдается легко, поскольку мысли его свободны. Это приводит к пониманию того, что вина помеха, а не спасение, и у нее нет никакой полезной функции. Возможно, ты привык рассматривать невинность просто как возмещение из-за боль, рожденную виной, не видя в ней самой какой-то ценности. Ты веришь, что и вина, и невиновность имеют ценность, что каждый из них предлагает то, чего другая дать не может. Ты не желаешь любой из них раздельно, ибо без той и без другой не видишь себя полноценным, полноценен ты лишь в невиновности, и только в невиновности ты счастлив. Здесь нет конфликта. Желание вины любым путем в какой угодно форме приводит к потере понимания ценности твоей невиновности, и невиновность вытесняется из поля зрения. Любая попытка пойти на компромисс с виною отнимает у тебя шанс избавления от боли, который только невиновность способна дать. В обучении состоит жизнь здесь. Творение есть бытие в Царстве Небесном. Когда покажется, что боль вины тебя влечет, вспомни, что этому влечению поддавшись, ты принимаешь решение против собственного счастья, и не постигнешь, как стать счастливым. Тогда скажи себе мягко, но с убежденностью, рожденной любовью Бога и его сына, все свои чувства я буду проявлять. Если я невиновен, мне нечего бояться. Я выбираю засвидетельствовать свое приятие искупления, а не отказ от него. Я приму собственную невиновность тем, что проявлю и раздерю ее. Дай же мне принести покой Божьему Сыну от Его Отца. Каждодневно, ежечасно, ежеминутно и даже ежесекундно ты выбираешь между распятием и воскресением, между эго и Святым Духом. Эго выбор вины, Святой Дух выбор невиновности. Сила решения принадлежит тебе. Но то, между чем ты выбираешь неизменно, поскольку вне истинной иллюзии нет никаких альтернатив. А между ними нет ничего общего, ибо они суть противоположности, несовместимые и неспособные быть истинными обе. Ты либо виноват, либо невинен, свободен или связан, несчастен или счастлив. Чудо показывает, что ты выбрал свободу, невиновность, радость. Чудо есть средство, а не причина. Оно естественный результат верного выбора, свидетельство твоего счастья, пришедшего с решением освободиться от вины. Каждый из тех, кому ты предлагаешь исцеление, вернет его тебе. Каждый, кому предложена атака, хранит ее, лелеет и обращает против тебя. А нападет он или не нападет, неважно, ты все равно решишь, что нападет. Оно предлагает то, чего сам не желаешь, расплаты не избежать. Цена отдачи получения. Либо это расплата неизбежными страданиями, либо радостное обретение желанного сокровища. Никто не требует наказания Сына Божьего, только он сам и только от самого себя. Каждый шанс исцеления, представленный ему, это еще одна возможность заместить светом тьму, а страх любови. Отказываясь от такого шанса, он себя связывает с тьмою, ибо не выбрал дать свободу брату и выйти к свету вместе с ним. Дав силу ничему, он отверг радостную возможность узнать, что оно не обладает силой. И не рассеяв тьму, он стал бояться и тьмой и света. Благая весть о том, что тьма не властна над Сыном Божьим, есть счастливый урок, которому учит Святой Дух, желающий, чтобы и ты учил ему вместе с ним. Учить этому уроку радостно для Святого Духа, и станет радостной для тебя. Идея в основе обучения этому уроку весьма проста. Невиновность и есть неуязвимость. Следовательно, твоя неуязвимость должна для каждого стать очевидной. Учи любого, что бы он ни пытался учинить тебе, твое полнейшее неверие в возможность причинить тебе ущерб лишь подтверждает его невиновность. Он не способен причинить тебе вреда, и не давая ему поверить в обратное, ты учишь его, что искупление принятое тобою его. А нет ничего такого, что нужно было попрощать. Никто не в состоянии повредить Божьему Сыну. Нет причины для его вины, а без причины нет и самой вины. Бог есть всему единственная причина. Вина же не от Бога. Не учи никого, он повредил тебя, ибо этим ты учишь себя тому, что нечто идущее не от Бога имеет над тобой власть. Беспричинного не существует. Так не свидетельствуй беспричинному и не способствуй вере в него какого-либо разума. Помни всегда, что разум един и причина одна. Ты научишься общению с этим единством, научившись отказываться от беспричинного и принимать как свою собственную одну причину Бога. Могущество, переданное Богом Сыну, Его, и ничего другого не в состоянии увидеть Божий Сын, не навязав себе вины вместо счастливого учения, предложенного Святым Духом. Всякий раз, принимая самостоятельное решение, ты мыслишь пагубно, и решение твое оказывается неверным. Оно повредит тебе в силу концепции, лежащей в его основе. Неправда, что ты способен принимать решение сам или для одного себя. Ни одна мысль Божьего Сына не изолирована и не обособлена в своих последствиях. Каждое решение принимается для всего сыновства, направлено внутрь и вовне, влияя на созвездие такой величины, какое тебе не увидеть даже в грезах. Кто принимает искупление, неуязвим. но те, кто верят в свою вину, вине ответят. Считая ее спасением, не применут ее увидеть и стать на ее сторону. Они считают увеличение вины самозащитой. Им не понять простого факта. То, чего они не желают, должно им повредить. Все это порождается неверием в благо того, чего они действительно желают. Но потому-то и дана им воля, что она свята и даст им все необходимое, придя естественно, как покой незнающий границ. Все, что они считают ценным, их воля обеспечит им. Но поскольку они не понимают своей воли, Святой Дух, понимая ее за них, дает им то, чего они желают, без напряжения, усилий или тяжкого времени принятия самостоятельных решений о том, чего они желают и в чем нуждаются. Никогда тебе не придется принимать самостоятельных решений. Ты не оставлен без помощи, знающий ответ. Разве ты удовольствуешься малостью, которую лишь и способен предложить себе, в то время, когда тот, кто даст тебе все, просто предлагает это все тебе? Он никогда не спросит, что ты такого сделал, чтобы удостоиться Божьего дара. Поэтому и ты себя не спрашивай о том, а вместо этого прими его ответ, ибо он знает, что ты достоин всего, что в Божьей воле для тебя. Не избежать Божьего дара в радости и с охотой предложенного им тебе. Он предлагает только то, что дал ему Всевышний дар для тебя. Тебе не нужно размышлять, достоин ли ты дара. Бог знает наверняка, что ты его достоин. Станешь ли ты отрицать истинность Божьего решения, своей жалкой самооценкой замещая спокойную и неколебимую ценность его сына? Ничто не поколеблет Божьей уверенностью в совершенной чистоте им сотворенного, ведь все им сотворенное непорочно. Выбери в пользу сотворенного предвечным, ведь сотворенное им оно должно быть истинным. Покоен каждый разум, который мирно принял план собственного искупления, начертанный едином, и отказался от своего собственного плана. Ты ничего не знаешь о спасении, ибо не понимаешь его. Не принимай решение о том, в чем его суть или же где оно есть, но обо всем спроси Святого Духа и предоставь решение доброму его совету. Тот, кто отлично знает план, которому Господь тебе желает следовать, станет учить тебя его сути. Лишь его мудрости под силу направлять тебя в осуществление плана. Любое принятое в одиночку решение символизирует попытку определить, что есть спасение и от чего тебя спасать. Святой Дух знает, что все спасение есть избавление от вины. Иного нет у тебя врага. И в противостоянии этому грубому искажению чистоты Божьего Сына, Святой Дух твой единственный друг. Он ревностный защитник невиновности, которая тебя освободит. Ему принадлежит решение упразднить все, что заслоняет твою невинность от твоего незатуманенного разума. Позволь тогда ему стать твоим единственным водителем во спасении. Он знает путь и с радостью по нему тебя ведет. С ним ты постигнешь в Божьей воле для тебя все то же, что и в твоей воле. А без его водительства ты посчитаешь, будто все знаешь сам и так же определенно не выберешь покоя, как посчитал, что спасение лежит в тебе одном. Спасение приходит от того, кому Господь вручил его для тебя. Он не забыл об этом. Не забывай о нем, и каждое решение он примет за тебя, ибо спасение и покой Господень в тебе. Оставь попытки давать оценку достоинствам Господня Сына, которого Он сотворил святым, ведь этим ты оцениваешь Его Отца, оценка же твоя, не в Его пользу. И ты почувствуешь себя виновным за это воображаемое преступление, на которое никто ни в этом мире, ни в Царстве Небесном не способен. Святой Дух учит лишь тому, что грех утверждения себя на Божьем троне не может быть источником вины. То, что не происходит, не имеет ужасающих последствий. Будь тих в своем доверии к тому, кто тебя любит, желая вывести тебя из твоего безумия. Безумие может быть твоим выбором, но не твоей реальностью. Не забывай о любви Бога, помнящего о тебе. Ибо немыслимо, чтобы Он позволил Сыну отпасть от любящего разума, в котором Сын был сотворен, и где его место в покое совершенном, установлено раз и навсегда. Только скажи Святому Духу, и сие свершится. Его решение отражает Господне знание о тебе, и в этом свете ошибка любого рода исключена. К чему тебе так биться, чтобы предугадать то, чего ты знать не можешь, когда все знание лежит в основе каждого решения, принятого за тебя Святым Духом? Учи же его мудрости и любви, и неси его ответ всем, борющимся во тьме, ведь ты решаешь и за них, из-за себя. Сколь милосердно решение всех проблем, через того, чья равная любовь ко всем подобным, равно поделена между ними. Он не оставит никого снаружи от тебя. И так он отдает тебе твое, чтобы ты разделил его с твоим отцом. Во всем положись на него и не меняй своего решения. поверь, что он ответит быстро, уверенно и с любовью ко всем тем, кого в той или иной мере коснется его ответ. А он коснется каждого. Возьмешь ли ты под свою личную ответственность решение того, что в интересах каждого? Способен ли ты об этом знать? Ты обучил себя на редкость противоестественной привычке необщения со своим Творцом. И тем не менее ты остаешься в тесном общении с Ним и со всем, что в нем, как будто оно в тебе. Под руководством его добрых наставлений оставь идею своей обособленности и научись счастливому общению, отвергнутому, но не утраченному тобой. Когда терзаемый сомнениями не знаешь ты, как поступить, подумай о его присутствии в тебе, сказав, «Он направляет меня и знает путь, который мне неведом. Он никогда не станет от меня таить то, что желает мне узнать. Поэтому я верю, что он мне передаст все, что он знает для меня». Затем позволь ему учить тебя в безмолвии воспринимать твою невинность, которая уже в тебе. Твоя функция в искуплении приняв невиновность брата, ты в нем увидишь искупление, ибо провозглашая искупление в нем, ты делаешь искупление своим и видишь то, что искал. Но символ невиновности, сеющей в твоем брате, не виден до тех пор, покуда ты уверен, что в брате ее нет. Его невиновность твое искупление. Пожалуй же ему его невинность, и ты увидишь истинность того, что ты признал. Однако для обретения истины ее сначала нужно предложить, как Бог прежде отдал ее своему сыну. Первый во времени не означает ничего, но первой в вечности есть Бог, Отец, кто есть и первый, и единственный. Превыше первого нет никакого, ибо нет числовой последовательности, нет ни второго и ни третьего, нет, кроме первого, ничего. Принадлежащей первопричине и сотворенной ею себе в подобие и частью себя, ты больше, нежели просто невиновен. Состояние невиновности – единственное условие, в котором небывшее изъято из расстроенного разума, считавшего небывшее своей частью. К такому и лишь такому состоянию и должен ты прийти с Богом подо себя. А до тех пор ты будешь убежден в вашей с ним разобщенности. Возможно, даже ты почувствуешь его присутствие подо себя, но не узнаешь, что ты и он едины. А этому не научить. Обучение применимо лишь к условиям, в которых это произойдет само собой. Когда же ты позволишь упразднить все затмевающее истину в твоем святейшем разуме и в милости пристанешь перед Богом, он отдаст себя тебе, как делал это всегда. Отдавать себя – вот все, что он знает, а следовательно, в этом и есть все знание. Того, что он не знает, не существует, поэтому его и невозможно дать. «Итак, проси не о прощении, поскольку ты уже прощен. Лучше проси учить тебя прощать и восстанавливать в твоем непрощающем разуме то, что там было всегда. Искупление становится реальным и зримым для тех, кто пользуется им. На земле оно твоя единственная функция, и нужно осознать, что это все, чему ты хочешь научиться. Пока мисс это не понято, ты будешь чувствовать вину, ибо в итоге твоя вина, какой бы она ни приняла обличье, приходит от нереализованности своей функции в Божьем разуме, наравне со всеми своими братьями. Возможно ли избежать вины, не выполнив своей здешней функции? Тебе не нужно понимать творение для выполнения того, что нужно сделать, пока мисс это знание не станет для тебя осмысленным. Господь не рушит никаких преград, но Он их и не создавал. Когда ты высвободишь их, они исчезнут. Бог никогда тебя ни в чем не подведет. Реши, что Он был прав по поводу тебя, а ты не прав. Он сотворил тебя из себя, но все еще в себе. Он знает, кто ты есть. Помни, что нет второго по отношению к нему. Следовательно, не существует никого вне его святости или же недостойного его совершенной любви. Дай Бог тебе успеха в осуществлении твоей функции, любить в тоскливом безлюбовном месте, что созданное с мракой обмана, ибо так упраздняются и обманы тьма. Не измени себе, но предложи себе и Богу его непорочного сына. За этот малый дар признания его любви Бог самолично обменяет твой дар на свой. Перед принятием самостоятельного решения вспомни, что оно противоречит твоей функции на небесах, и хорошо подумай, желаешь ли ты принять решение здесь. Твоя функция здесь состоит в принятии решения не принимать решение о том, что именно желано для тебя, как знак и признание, что ты о том не знаешь. Тогда подсела ли тебе решать, что делать? Оставь же все решения тому, кто говорит за Бога о твоей функции, какой он знает ее. Так он тебя научит избавляться от непосильной ноши, тобой взваленной на самого себя, своей нелюбовью к Сыну Божьему, в попытке научить его вине, а не любви. Оставь эту неистовую бредовую попытку, крадущую тебе счастье жизни с твоим Богом и Отцом, и радостное пробуждение в Его любви и святости, воистину в тебе соединенных и соединяющих тебя с Ним. Как только ты научишься принимать решения с Богом, все они станут верными и как дыхание легкими. Ты будешь направляем мягко, без усилий, будто ни сом не слышно спокойно летнюю тропой. Лишь твоя собственная воля похоже затрудняет решение. Святой Дух не замедлит отозваться на каждый твой вопрос о том, что делать. Он знает. Он скажет тебе об этом и далее сделает это за тебя. И ты, порядком притомившись, найдешь в этом гораздо больше отдохновения, нежели во сне. Ибо ты можешь привнести вину в свой сон, но только не сюда. Лишь будучи невинным, возможно познать Бога, чья воля в том, чтобы ты знал Его. Следовательно, ты должен быть невинен. Но если ты не принимаешь условий, необходимых для знания Его, ты отвергаешь и не узнаешь Его, хотя Он всюду вокруг тебя. Его нельзя узнать без Его Сына, чья невиновность есть условия для знания Его. Принятие вины в Господнем Сыне есть столь полное отрицание Его Отца, что знание целиком полностью исключается для осмысления разумом, куда Бог самолично поместил его. Если бы ты только внял и понял, насколько это невозможно, не надеряй его чертами понятными тебе, ведь ты его не создавал, и все тебе понятное не от него. В твою задачу не входит создание реальности. Реальность здесь и без твоего создания, но не без тебя. Ты, пытавшийся отказаться от себя и не ценивший Бога, услышь меня, глаголящего за Него и за тебя. Нет никакой возможности понять, как велика любовь Отца к тебе, ибо в всем мире у тебя нет аналогичного опыта. Ничто на земле с такой любовью несравнимо, и никакие чувства, пережитые в разобщении с ним, не в состоянии дать отдаленного понятия о ней. Даже благословение не даешь ты в абсолютной доброте. Откуда же тебе знать того, кто отдает навечно, не зная, кроме дарения ничего? Дети рая живут в свете благословения своего Отца, поскольку знают, что они безгрешны. Искупление было учреждено как средство возрождения невиновности в разумах отвергнувших ее и тем лишивших себя Царства Небесного. Искупление учит тебя истинного состояния Сына Божьего. Оно не учит тебя тому, что такое ты или твой Отец. Святой Дух, помнящий об этом за тебя, просто учит, как удалять препятствия, стоящие между тобой и тем, что ты знаешь. Память его твоя. Помни о том, что сделал сам, ты ничего не помнишь. Воспоминания же о реальности в нем и следовательно в тебе. Виновные и невиновные не в состоянии понять друг друга. Каждый воспринимает другого подобным себе, делая обобщение невозможным, так как каждый видит другого не таким, каким видит себя. Бог может общаться только со Святым Духом в твоем разуме, ибо лишь Он разделяет знания твоей сущности. И только Святой Дух способен ответить Богу за тебя, ибо лишь Ему известно, что есть Бог. А остального тобой помещенного в собственный разум не существует, поскольку нет ничего не состоящего в общении с Божьим разумом. Общение с Богом есть жизнь, вне этого общения нет ничего. Пятое. Круг искупления. Единственная реальная часть твоего разума та, что все еще тебя соединяет с Богом. Разве ты не желал бы обратить весь разум в лучезарную весть Божьей любви, чтобы делить ее со всеми одинокими, отвергшими его? Бог делает это возможным. Откажешь ли ты ему желание быть узнанным? Ты по нему тоскуешь, так же, как он по тебе. И это неизменно на веки вечные. Прими же непреложное. Оставь мир смерти позади. в покое возвращайся в царство. Здесь ничего нет ценного, там ценно все. Слушай Святого Духа и Бога через Него. Он говорит с тобой о тебе. В тебе нет никакой вины, ибо Господь благословен в Сыне Своем, как Сын Его благословен в Отце. У каждого в искуплении есть своя особая роль. Но весть Его для всех одна. Сын Божий невиновен. Каждый и учит этой вести, и учится ей по-разному. Но пока он ей не учит и не учится, он будет испытывать боль, смутно осознавая, что его истинная функция в нем остается нереализованной. Бремя вины непомерно, но Бог не желает тебе быть ею связанным. Его план твоего пробуждения в такой же мере совершенен, в какой твой собственный план пакубен. Ты не осознаешь того, что делаешь, но тот, кто знает это, тобою. И доброта его твоя, и всю любовь, которую ты разделяешь с Богом, он сохраняет для тебя. Он станет тебя учить только тому, как быть счастливым. Благословенный Сын благословляющего Отца, радость сотворена для тебя. Благословенного Всевышним кто осудит. Нет ничего такого к Господнему разуме, чтобы не разделяло его сияющей невинности. Творение есть естественное продолжение совершенной чистоты. То единственное призвание здесь активная решимость отречься от вины в любой ее форме. Обвинять значит не понимать. Счастливые ученики искупления становятся учителями невинности, законного права всех творений Божьих. Так не отказывай им в том, что им принадлежит по праву, иначе ты откажешь в этом не им одним. Царство Небесное наследие Сына Божьего и право полученное им при сотворении. Не пытайся его украсть, дабы не испросить вины и не почувствовать ее. Оберегай его от каждой мысли, тайнокрадущей его невинность и изомающей ее из поля его зрения. Неси невинность к свету в ответ на призыв искупления. Не что иное в этом мире нас не способно соединить. Таким путем мир разделений соскользнет в небытие и восстановится совершенная взаимосвязь между отцом и сыном. Чудо лишь подтверждает невиновность, которая, как видно, отрицалась, дабы возникла необходимость в осцелении. И этого радостного свидетельства не отнимай. В нем вся надежда на счастье и избавление от всех страданий. Кто не желает избавления от боли? Возможно, кто-то еще не понял, как обменять вину на невиновность, не осознал, что только в результате этого обмена возможно освободиться от боли. Но не постигшим это необходимо обучение, а не атака. Напасть на тех, кому необходимо обучение, значит не научиться у них ничему. Учителя невинности каждые своим уникальным путем соединились вместе, для исполнения своей роли в объединенном плане искупления. Других путей к объединению учебных целей нет. В подобном плане нет конфликта, есть просто одна цель, в какой бы форме ей не обучать. каждое усилие во исполнении этой задачи служит единой цели избавления от вины для вечной славы Божьей и его творения. Любое учение, устремленное к этой цели, устремлено к Царству Небесному и Божьему покою. Нет такой боли, испытаний или страха, которых обучение этому не сумело бы преодолеть. Могущество самого Всевышнего поддерживает это учение и гарантирует его неограниченные результаты. Соединим свои усилия с той мощью, которая, не зная поражений, ведет к душевному покою. И не останется ни одного, кого бы не затронуло подобное учение. Ты не увидишь себя вне Божьего могущества, обучая только этому. Не станешь исключением впоследствиях этого святейшего урока, нацеленного на возрождение прав Божьего творения. У каждого, кого ты согласишься избавить от вины, ты неизбежно учишься собственной невинности. В круге искупления нет конца. Ты обнаружишь свою растущую уверенность в твоей сохранной включенности в этот круг, с каждым, кого ты привел его сохранность и абсолютный покой. Мир каждому, кто становится учителем покоя. Покой это признание совершенной чистоты, из кое не исключен никто. Внутри святого круга покоя все, кого едины сотворил, как собственного сына. Радость его объединяющая черта, ею никто не обойден, никто не брошен страдать в одиночку от собственной вины. Сила Господня притягивает всех в свои сохранные объятия единства и любви. Спокойно оставайся в этом круге и привлекай измученные разумы к объединению с тобой в сохранности его спокойства и святости. Будь же со мной внутри него, как учитель искупления, а не вины. Влажен ты, обучающий со мною. Наше могущество приходит не от нас, а от Отца. В невиновности мы его знаем, как он нас знает невиновными. Я стою внутри круга и призываю тебя к покою. Учи покою заодно со мной и стой со мною на святой земле. Помни за каждого ту силу, какую наделил его отец. Не верь, что тебе не под силу учить его совершенному покою. Не стой снаружи, но соедини со мной внутри. Не измени той единственной цели, которая призывает тебя мое учение. Восстанови для Бога его сына, каким он сотворил его, уча его сановни невиновности. Распятию нет места воскупления. Лишь воскресение стало моей ролью в нем. Оно есть символ освобождения от вины невинности. Ты распинаешь всякого, кого увидишь виноватым. Зато увиденному без вины ты возрождаешь его невиновность. Распятие извечной цереки. Всех оно видит виноватыми и, осуждая, приковаривает к убийству. Святой Дух видит только невиновность и о доброте своей от страха исправляет, вновь учреждая царство любви. Могущество любви в его доброте, которое от Бога исследовать оно не способно ни распинать, ни быть распятой. Храм, восстановленный тобою, становится твоим алтарем, ибо он возрожден через тебя, а все, что ты отдаешь Богу, твое, так он творит, и так ты должен возрождать. Каждого встречного ты либо приведешь в святой круг искупления, либо оставишь за пределами его. Ты судишь брата как достойного либо распятия, либо искупления. Ведя его в круг чистоты, ты упокоишься там вместе с ним. Оставив его снаружи, ты вместе с ним останешься вне круга. Так не суди иначе, спокойствие, которое не от тебя. Не принимай кого-то так, будто он решен благословение искупления и своим собственным благословением в круг его веди. В святости нужно соучаствовать, ведь в сопричастности и заключается ее святость. Приди же в радости к святому кругу и посмотри в покое на тех, кто видит себя снаружи от него. Не оставляй кого-либо вовне, ведь именно внутри все, что ищет каждый с тобой заодно. Войди, и мы соединимся с ним в святом месте покоя, что уготовано всем нам соединенного воедино в источнике покоя. Шествое. Свет общения. Предпринимаемое нами вместе странствие это обмен темноты на свет, невежество на понимание. То, что понятно, не пугает. Только в невежестве и тьме воспринимаемое вызывает страх, и еще глубже ты забиваешься во тьму. Только неведомое страшит ни сутью своей, но неизвестностью. Неясное пугает, поскольку непонятен его смысл. Пойми его, и тьма исчезнет. Ничто не обладает скрытой ценностью. Ведь утаенному невозможно соучастие, поэтому и неизвестна его ценность. Сокрытый хранится в изоляции, а ценность определяется взаимопониманием. Сокрытый нельзя любить, и нужно, видимо, его бояться. Спокойный свет, где обитает в тебе Дух Святой, являет собой полную открытость. В нем тайны нет, а посему нет страха. Атака всегда уступит место любви, если открытие любви, а не таится от нее. А нет такой тьмы, который бы не рассеял свет любви, если она не прячется от доброты любви. Что скрыто от любви, не разделяет ее царящие силы, ибо оно хранится в темноте. Стражи тьмы все это зоркостерикут, а ты, создавший часовых своих иллюзий из ничего, нынче боишься их. Будешь ли ты впредь одаривать воображаемые силы эти нелепые идеи собственной безопасности? Они не опасны, не безопасны. Они не нападают и не защищают. Они бездейственны, будучи ничем. Страх – ведь то, что они хранят неясным, пугает. Но отрешись от них, и все тебе пугавшее утратит силу. Незаслоненный мраком останется лишь свет любви, ибо только любовь осмысленна, способна жить в свете. Все остальное должно исчезнуть. Смерть уступает жизни только потому, что разрушение не истина. Свет невиновности изгоняет вино, ибо когда их сводят вместе, то истинность одной явственно обнажает фальшь другой. Врось не держи вину и невиновность, ведь твоя вера в возможность сохранить ту и другую бессмысленно. Храня их врось, ты перепутал одно с другой, тем самым потеряв для себя так и осталось для тебя неясно, что лишь в одной из них есть смысл, в другой он полностью отсутствует. Ты в разделении увидела средство прервать общение с Отцом. Святой Дух дает разделению иное толкование, считая его средством восстановления того, что никогда не прерывалось, но было омрачено. Все, что ты сделал, Он использует на благо его святейшей цели. Он знает, что ты не разлучен с Богом, но Он воспринимает в твоем разуме и то, что позволяет тебе думать иначе. Лишь с этим и ни с чем другим Он разлучит тебя. И Он тебя научит использовать себе во благо силу принятия решений, которые ты создал взамен могущества творить. Создав ее, чтобы распинать себя, ты должен от него постигнуть, как применять ее во имя исцеления. Ты, изъясняющейся мрачными и хитроумными символами, не понимаешь языка тобою созданного. В нем нету смысла, ибо цель его не взаимное общение, а скорее его разрыв. Но если язык есть средство взаимного общения, что может означать подобный твоему язык? Но даже эта нелепая и извращенная попытка общения путем разобщения содержит достаточно любви, чтобы наполнить ее смыслом, если она толкуется не ее собственным создателем. Этой попыткой ты только выразил конфликт, от коего тебя избавит Дух Святой. Оставь же ему все, что желаешь сообщить. Он истолкует это для тебя с предельной ясностью, ибо он знает, с кем ты состоишь в общении совершенно. Не понимая, о чем толкуешь, не знаешь ты, что говорят тебе. Но толкователь твой воспринимает смысл сказанного на твоем чуждом языке. Он не пытается передать бессмысленно, но отделяет все, что имеет смысл, отбросив остальное и предложив тебе подлинное общение с теми, кто желает подлинного общения с тобой. Ты говоришь на двух языках одновременно, а это ведет к неразберихе. Но если один из них лишен значения, а другой исполнен его, то лишь последний годен для целей взаимного общения, другой ему помеха. Единственная функция Святого Духа – взаимосвязь. Чтобы восстановить общение, он должен удалить все, что ему мешает. Поэтому не нужно прятать от него источника помех. На твоих стражей он не станет нападать. Ты лучше всех их приведи к нему, позволив научить себя, что на святу они не вызывают страха и не способны стоять на страже мрачных дверей, за коими в действительности нет ничего. Мы распахнем все двери навстречу хлынувшему свету. В Господнем храме нет керей потайных. Его врата распахнуты навстречу Сыну. Каждый войдет туда, куда зовет его Господь, если не станет закрывать дверей перед радушием Отца. Седьмое. Разделяю восприятие Святого Духа. Чего ты хочешь? Свет или тьма, невежество или знание твои, но только не то и другое вместе. Противоположности должны сводиться вместе, а не храниться в розь. Ведь их раздельное существование исключительно в твоем разуме, а они примиряются с союзом, как и ты. В союзе все нереально исчезает, поскольку истина и есть союз. Как исчезает тьма с приходом света, блекнет невежество, озаренное знанием. Восприятие это посредник, который приводит невежество к знанию. Но восприятие не может быть обмана, иначе оно станет скорее вестником невежества, нежели помощником в поисках истины. Поиск истины ничто иное, как честный поиск всего, что и препятствует. Истина есть, ее нельзя утратить, искать или найти. Она там, где и ты, ибо она в тебе. Однако она либо узнана тобой, либо не узнана, реально для тебя или ложно. сокрытая, она становится нереальной, поскольку скрыв ее, ты окружил ее страхом. Под краеугольным камнем страха, на коем ты воздвиг свою безумную систему представлений, покоится скрываемая истина. Но ты этого не знаешь, ибо упрятав истину под страхом, ты не находишь оснований верить, что чем внимательнее ты углядываешься в страх, тем меньше его замечаешь, и тем яснее проступает то, что он скрывает. Незнающим не доказать, что они знают. С их точки зрения это ложь. Но это истина, ибо об этом знает Бог. Тут два явно противоположных воззрения на то, кто такие незнающие. Для Бога незнание немыслимо. Следовательно, оно не точка зрения, а вера в нечто несуществующие. Только такую веру и исповедуют незнающие, и в этом они не правы относительно себя. Они выдели себя такими, какими не были сотворены. Их сотворение было не точкой зрения, а определенностью. Неопределенность, сведенная с определенностью, не оставляет ни малейших свидетельств своей реальности. Наше внимание было сосредоточено на том, чтобы свести нежеланное с желанным, и все тебе ненужное с тем, к чему ты стремишься. То, что спасение должно прийти именно так, станет понятно, если задуматься над тем, что есть расщепление. Оно есть искаженный процесс мышления, с помощью которого в разуме удерживаются одновременно две несовместимые друг с другом системы убеждений. Если свести их вместе, приятие обеих станет невозможным. Но ежели одно из них хранить во тьме отдельно от другой, их разделенность кажется поддерживает обе живыми и равными в своей реальности. Тогда их совмещение становится источником страха, ибо при встрече одной из них придется отказать. Нельзя придерживаться одновременно двух отрицающих друг друга систем мышления. В их разделенности сей факт ускользает из поля зрения, ибо порознь каждая наделяется твердой верой. Среди их вместе и факт их полной несовместимости мгновенно станет очевидным. Одна из них уйдет, ибо другая увидена на том же самом месте. Свет не придет во тьму, покуда разум верит в тьму, не позволяя ей уйти. Истина не сражается с неяжеством, любовь не атакует страх. Чему не нужна защита, себя не станет защищать. Защита твое создание, Господь не не знает. Святой Дух использует любой защитный механизм во имя истины, лишь потому, что ты их создал для защиты от нее. Его восприятие защиты согласно его цели просто обращает любую защиту в просьбу о том, против чего она задумана. Любой защитный механизм, как, впрочем, и все тобой созданное, должен быть мягко обращен тебе на благо, заново истолкован Святым Духом из средства самоуничтожения в орудии самосохранения и свободы. Его задача непомерна, но Божья сила с ним. Вот почему он с легкостью ее осуществил в то самое мгновение, когда она была ему дана. Так не задерживай своего возвращения к покою, раздумьями о том, каким путем он выполнит порученный Богом. Оставь это тому, кто знает. Тебя не просят разрешать великие задачи. От тебя требуется лишь то малое, что сделать он советует, то есть довериться ему в той мере, чтобы знать, если он просит тебя о чем-то, у тебя достанет силы это сделать. Воучию ты убедишься, с какой легкостью осуществляется все, о чем он просит. Святой Дух просит только об одном. Нести к нему все, что ты от него таил. Открой все двери и пригласи его войти и осветить своим сиянием тьму. На приглашение он с радостью ответит. Он осияет светом тьму, если ты для него для него откроешься. Но его взгляду недоступ на то, что ты скрываешь. Он видит за тебя, но если ты не смотришь вместе с ним, то он не видит. Видение Христа не для него одного, но для него вместе с тобою. Тогда неси к нему секреты своих мрачных мыслей и посмотри на них с ним заодно. Он держит свет, ты тьму. Они несовместимы, когда вы вместе смотрите на них. Его суждение восторжествует, и он отдаст его тебе, как только к восприятию Святого Духа ты присоединишь собственное свое. Соединяясь с Неовидением, ты учишься разделять его трактовку восприятия, ведущего к знанию. В одиночку ты не способен видеть. Разделяя восприятие с тем, кому Бог подарил тебя, ты учишься разбираться в том, что видишь. Становится понятно, что видимое одним тобою ничего не значит. Совместное с Неовидение покажет, что смысл всего тебя включает. Приходит не от двойного видения, а от мягкого слияния всего в единый смысл, одну эмоцию и одну цель. У Бога есть всего лишь одна цель, и Он ее с тобой разделяет. Простое видение, предлагаемое Святым Духом, вносит это единство в твой разум с такой яркостью и чистотой, что ты ни за какие блага не откажешься от того, что Бог желает тебе иметь. Внимай же свои воли и принимай ее, как Божью волю, со всей его любовью, как со своей. Вся честь и слава тебе через него и через него Богу. Восьмое. Святое место встречи. Тьмою ты заволок всю славу и всю силу, которыми Он наделил своего безвинного Сына. Все это остается скрытым в каждом омраченном месте, затянутом виною, в мрачном отрицании невинности. За темными тобой закрытыми дверями находится ничто, ибо ничто не может омрачить Божьего дар. Только затворенные двери мешают признанию Божьей силы, сияющей в тебе. Не изгоняй же силу из своего разума, а принеси все затмевающее твою славу на Сот Святому Духу, и Он все это упразднит. Кого Он пожелает сохранить для славы, для славы сохранен. Он обещал Отцу, что с Его помощью ты будешь вызволен из малости для славы. Завету с Богом Он всецело предан, ибо Он разделяет с Ним завет, который Ему Дан, чтобы разделить с тобой. По-прежнему Он разделяет тот обет ради тебя. А все противное Ему, великое или малое, драгоценное или ничего не стоящее, Он заместит единственным заветом, данным Ему для возложения на алтарь твоему Отцу и Его Сыну. Ни один алтарь не посвящается Отцу без Сына. А принесенное туда и равно недостойное Отца и Сына замещено дарами равно приемлемыми и Сыном и Отцом. Разве в дар Богу предложил бы ты вину? Тогда не предлагай ее и Сыну, ибо они неразделимы, и дары предложены одному, неизбежно предложены другому. Не зная этого, ты не знаешь Бога, а вместе с тем ты знаешь это и знаешь Бога. Все это знание сохранно внутри тебя, там, где сияет Святой Дух. Сияет Он не в разделении, но в месте встречи, где Бог, единый с Сыном, с Ним говорит через Него. Общение не нарушить в том, что неразлучно. Святое место встречи неразлученных Отца и Сына лежит в Духе Святом и в тебе. В общении Бога с Его Сыном, который есть Господня Воля, немыслим и помехи. Неиссякаем и нерушим поток любви между Отцом и Сыном, согласно их обоюдному желанию. И это истина. Не позволяй же разуму блуждать по темным коридорам вдали от центра излучающего свет. Ты и твой брат может быть и решили блуждать раздельно, но вместе вас свести способен только вам назначенный водитель. Уверен, он поведет тебя туда, где и Отец и Сын ждут твоего признания. Они едины, жалуют тебе дар единства, перед лицом которого всякое разделение исчезает. Соединись с тем, что ты есть. Ни с чем, кроме реальности, нельзя соединиться. Слава Господне и слава Его Сына воистину принудлежат тебе. У них нет противоположности, а посему ты не способен одарить себя ничем истинным. Истине нет замены. Истина сделает это ясным для тебя, как только ты придешь на место встречи с ней, а приведет тебя туда добрые понимания, ведущие только к истине. Ты там, где Бог, такова истина. Ничто не в состоянии обратить дарованное Богом знание в незнание. Все Богом сотворенное знает своего Творца. Именно так осуществляется творение Богом и его творениями. В святом месте встречи соединяется Отец со своими творениями, а творения его Сына соединяются с ними вместе. Единственные узы их соединяют, поддерживая в единстве, из коего творение берет начало. Нерасторжима узы, которыми Отец себя соединяет с теми, кого Он наделяет силой творить. Само Царство Небесное союз со всем творением и его единственным Творцом. Рай остается Божией волей для тебя. Не возлагая иных даров на алтаре свои, ибо нет ничего помимо рая. Здесь твои малые дары встречают Божий дар, и лишь достойное Отца приемлет Сын, которому оно и предназначено. Кому Бог отдаёт себя, тому он отдан. И невеликие твои дары исчезнут с алтаря при возложении на него Божьего дара. Девятое. Отражение святости. Искупление не делает святым. Святым ты сотворён. А искупление приводит порог к святости, или же то, что ты создал, к тому, что ты есть. Сведение иллюзии с истиной, или как с Богом, единственная функция Святого Духа. Не прячь тобой созданное от Отца, ведь ты за это заплатил потери знаний его и самого себя. Знание в безопасности, но где же твоя безопасность отдельно от него? В создании времени, как совмещение без времени, выразилось решение не быть самим собой. Так истина оказалась в прошлом, а настоящее было посвящено иллюзии. И прошлое подверглось изменению и было вклинино между тем, что было вечно и сейчас. Прошлого, которое ты помнишь, никогда не было. Оно лишь отрицание того, что было всегда. Привести я к Богу значит свести ошибку с истиной, где она исправляется, встретившись со своей противоположностью. Она упразднена, ибо противоречие лишилось основания. Как долго может выстоять противоречие, если обнажена несостоятельность его природы. На исчезающие в свете не совершалось нападение. Просто не будучи истинным, оно ушло. Различные реальности бессмысленны, ибо реальность должна быть всего одна. Она не изменяется со временем от настроения или случая. Ее неизменяемость и делает ее реальной. И этого не отменить. Отмена для нереального. Вот это для тебя и сделает реальность. Будучи просто самой собою, истина освобождает тебя от всего, что не является ею. А искупление столь милосердно, что стоит тебе ему шепнуть, и все его могущество поспешит помочь и поддержать тебя. С Богом под себя ты не хрупок, зато без Бога ты ничто. Искупление предлагает тебе Бога. Дар отвергнутый тобою хранился им в тебе. Святой Дух сохраняет его там для тебя. Бог не покинул свой алтарь, хотя служители его и водрузили алтарь других богов. Храм свят по-прежнему, ибо присутствие обитающее в нем и есть святость. Святость безмолвно ожидает в храме возвращения тех, кто ее любит. Знает присутствие, а не вернуться к чистоте милосердия. Милосердие Божие с нежностью примет их и утолит их ощущение боли и утраты и с вечным заверением в отцовой к ним любви. Там радость жизни собой заменит страх смерти. Ведь Бог есть жизнь, и они пребывают в жизни. Жизнь свята, как сама святость, которой она сотворена. Присутствие святости живет во всем живущем. Ведь святость сотворила жизнь. Она не покидает ею сотворенного святым в подобие себе. В всем мире ты способен стать безупречным зеркалом, в котором святость твоего Творца отразится от тебя на всех вокруг. Ты можешь стать отображением рая здесь. Но зеркало с отображением Господнем не нужно затенять отображением ликов других боков. Земля способна отразить рай или ад, единого или же эго. Тебе необходимо оставить зеркало незамутненным, свободным от образов тайной тьмы, которой ты затянул его. Бог осияет его сам. Лишь ясное отображение сущего можно в нем воспринять. Отражение видимо при свете. Во мраке они тусклы, и кажется, их смысл лежит скорее в меняющихся интерпретациях, нежели в них самих. Божьему отражению не нужны интерпретации. Оно ясно. Очисти зеркало, и весь сияющий от того, что в нем отражено, увидят все, и все ее поймут. Весь это удержит Дух Святой пред зеркалом, имеющимся в каждом. Каждый ее узнает, поскольку он постиг ее необходимость, только не знает, где ее искать. Тогда позволь ему увидеть ее в тебе и разделить ее с тобой. Если вы хоть на миг ты осознал целительную силу, которую Господне отражение, сияющее в тебе, способно принести целому миру, ты бы немедленно очистил зеркало своего разума для восприятия образа святости, исцеляющий мир. Образ святости, сияющего в разуме твоем, не затенен, он не изменен. Смысл его не потускнел для тех, кто его видит, поскольку каждый его воспринимает одним и тем же. Свои различные проблемы каждый несет к его целительному свету, и все проблемы в нем находит исцеление. Любой форме ошибки святость всегда дает один ответ. Нет противоречий в том, к чему вызывает святость. Исцеление ее единственный ответ, безотносительно к тому, что к ней принесено. Кто научился предлагать лишь исцеление благодаря отражению святости в себе, готов наконец к Царству Небесному. Там святость не отражение, но реальное условие того, что только отражалось для них здесь. Господь не образ, и его творение, как часть его, держит воистину его в себе. Они не просто отражают истину, они есть истина. Десятое. Равенство чудес. Когда меж Богом и его творениями или между его детьми и их творениями не вклинивается восприятие, знание творения длится вечно. Отражение, принятое в зеркало твоего разума во времени, либо приближают, либо отдаляют вечность. Сама же вечность вне всякого времени. Так дотянись же до нее из времени, коснись ее с помощью отражения ее в тебе. Ты повернешься к святости от времени с той же уверенностью, с какой святость вызывает каждого отречься от вины. Будь отражением небесного покоя здесь и принеси сей мир к Царству Небесному. Ведь отражение истины влечет всех к истине, и приобщаясь к ней, все оставляют отражение позади. На небесах реальность полностью разделяется, а не отражается. Разделяя ее отражение здесь, Сын Божий принимает ее подлинность как единственно возможное восприятие. И так к Нему приходят воспоминания об Отце, и ничего, кроме его собственной реальности, более не в состоянии удовлетворить его. На земле концепция беспредельности недоступна, ибо мир, в котором ты, как тебе кажется, живешь, есть мир пределов. Всем мире отсутствие степеней трудности в происходящем расценивается как ложь. Чудо, следовательно, имеет уникальную функцию и побуждаемо уникальным учителем, который вносит в этот мир законы иного мира. Единственное, что тебе под силу, это чудо, превосходящее степени трудности с помощью равенства, о неразличии. Чудесам чужд дух соперничества, и ты способен сотворить бесчисленное множество чудес. Они могут происходить одновременно, их легион. Это усвоится легко, как только станет очевидной сама возможность чудотворства. Много труднее поверить в отсутствие в них степени трудности, что накладывает на них печать потустороннего и приходящего извне. В мирском воззрении сие немыслимы. Ты, вероятно, замечал, что между твоими мыслями нет соперничества, что, невзирая на конфликт, они способны возникать одновременно великом множестве. Ты, видимо, настолько к этому привык, что данный феномен тебя не удивляет. Но точно так же ты привык какие-то мысли считать важнее, значительнее, лучше, мудрее, продуктивнее или ценнее других. Это справедливо для мышления тех, кто думает, будто живет отдельно. Ибо одни мысли отражают царство небесное, другие побуждаем эко, которое создает лишь видимость мышления. В результате сплетается меняющийся, постоянно движущийся и беспокойный узор. Он непрестанно перемещается в зеркале твоего разума, и отражения царства мелькнув тускнеют и заволакиваются тьмой. Тьма застилает свет мгновенно, и чередующиеся узоры света и тьмы перемежаются в твоем разуме. Оставшиеся крохи здравомыслия удерживаются вместе ощущением порядка, который ты установил. Однако уже сам факт, что ты способен унести порядок в сплошной хаос, показывает тебе, что ты не твое эго, и что в тебе должно быть нечто большее, чем эго. Ведь эго и есть хаос, и если бы эго было всем, что ты есть, порядок был бы невозможен. Но тот порядок, которому ты подчиняешь разуму, и который ограничивает эго, ограничивает и тебя. Остановить порядок, значит судить и поступать согласно этому суждению. Следовательно, эта функция не твоя, а Святого Духа. Довольно трудно осознать, что у тебя нет базы для упорядочения своих мыслей. Этому уроку Святой Дух учит прекрасными примерами чудес, показывающих, что твой путь на ведение порядка неверен, и что тебе предложен лучший путь. Чудо дает один ответ на любую просьбу о помощи. Оно не обсуждает просьбу. Оно распознает в ней суть и отвечает сообразно. Оно не судит, какая просьба громче, значительней, важнее. Ты, вероятно, недоумеваешь, как же тебя привычного к суждению просит исполнить то, что вовсе не нуждается в твоем суждении. Ответ на редкость прост. Сила Господня, а не твоя, рождает чудеса. Чудо само по себе не что иное, как свидетельство в тебе Господней силы. Вот почему чудо равно благословляет всех соучаствующих в нем. Вот почему все его растеряют. Сила Господня беспредельна, и, будучи всегда максимальной, она предлагает все в ответ на чьи угодно просьбу. Здесь нет степеней трудности. На зов о помощи приходит помощь. Единственное суждение допускает Дух Святой, теря все на две категории – любовь и просьба о любви. Подобное разграничение не подсело тебе самому, ибо ты слишком себя запутал, чтобы узнать любовь, или поверить, что остальное все – ничто иное, как просьба о ней. Ты слишком привязан к форме, а не к содержанию. То, что ты принимаешь за содержание, вовсе не содержание, оно не более, чем форма. Ведь реагируешь ты не на то, что предлагает тебе на самом деле твой брат, а лишь на определенное восприятие его предложения, которым огосудит его. Содержание вне понимания эго. Да говоря по правде, оно его и не заботит. Если для эго приемлема форма, то обязательно приемлемое содержание. В противном случае оно нападет на форму. Если ты думаешь, что в какой-то мере понимаешь динамику эго, позволь тебе заверить, что ты ее не понимаешь. Самостоятельно в ней невозможно разобраться. Изучение эго еще не постижение разума. По сути эго с удовольствием изучается мое себя и поощряет начинание тех, кто анализирует его, и этим удовлетворяет его важность. Но изучают они только форму с бессмысленным содержанием. Ибо без содержателен их учитель, хотя он тщательно скрывает этот факт за впечатляющими словами, которые, если их сопоставить, выявят полное отсутствие всякой логики и смыслы. Эта черта весьма характерна для суждения эго. Каждое мнение в отдельности кажется имеет смысл. Но сопоставь их вместе, и система мышления, возникшая из них, получится бессвязной и предельно хаотичной. Ведь одной формы недостаточно для смысла, а полная бессодержательность исключает какую-либо связанность системы. Разделение следовательно остается предпочтительным условием для эго. В одиночку никто не в состоянии дать истинную оценку эго. Но когда двое или трое соберутся вместе в поисках истины, эго уже не в силах защитить свою бессодержательность. Сам факт союза говорит им о неистинности эго. Память о Боге невозможно втайне и в одиночку. Ведь эта память означает, что ты не один и что желаешь об этом помнить. А не думай только о себе, ибо нет мысли об одном тебе. Желая помнить об Отце, позволь Святому Духу внести порядок в твои мысли и дать единственный ответ, который он может дать. Всякий подобно тебе ищет любви, но он ее не узнает, покуда не соединиться с тобой в поисках ее. Соединившись в поиске, вы понесете такой могучий свет, что все увиденное вами наполнится смыслом. Странствие в одиночестве обречено, ибо оно исключает то, чего в нем ищут. Как Бог общается со Святым Духом в тебе, так Дух Святой интерпретирует им сообщенное через тебя, дабы оно было тебе понятно. У Бога нет секретного общения. Все, что исходит от Него, открыто и доступно всем и предназначено для всех. Ничто не живет секретной жизнью, а то, что ты желаешь спрятать от Святого Духа, есть ничто. Любая интерпретация твоего брата бессмысленна. Позволь Святому Духу показать тебе его, а вас учить его любви и его просьбе о любви. Ни твой, ни его разум не вмещают ничего, кроме этих двухмысленных категорий. Чудо подтверждает справедливость сказанного. Если это любовь, твой брат должен надать ее тебе в силу того, что она есть. Но если это просьба о любви, ты должен надать любовь в силу того, что есть ты. Ранее я говорил, научит тебя помнить твою сущность и восстановит тебе твое тождество. Мы уже знаем, что тождество это разделяемо. И чудо становится средством соучастия в нем. Предоставляя свое тождество там, где оно не узнанно, ты будешь узнавать его. Сам Бог, желая быть со своим сыном вечно, каждое признание сына благословит всею своей любовью. Вся сила его любви будет присутствовать в каждом чуде, предложенном тобой его сыну. Тогда возможно ли в них степень трудности? Одиннадцатое испытание подлинности постигнутого В учении необычайно важно осознать, что ты не знаешь. Знание и сила, а всякая сила от Бога. Ты, кто старался сохранить всю силу для себя, ее утратил. Она по-прежнему твоя, но столько всего ты вклинил между нею и осознанием ее, что не способен пользоваться ею. То, чему ты учил себя, все больше заслоняло твою силу. Тебе неведомо, где она есть и что она такое. Созданные тобою подобие могущества и демонстрации силы столь жалки, что они обречены, ибо могущество невидимой силы, а истина вне всякого подобия. Однако все, что стоит между тобой и силой Божией в тебе, это обучение ложному и попытки отменить истину. Так согласись покончить со всем этим и радуйся, что ты не связан с ним навечно. Ведь ты учил себя, как заточить в неволю Сына Божьего, уроку столь немыслимому, что лишь безумцу в глубоком сне он мог прикрезиться. Разве Бог может обучиться не быть Богом? И разве Сын Его, которому дана вся власть Отцом, способен стать бессильным? Чему ты научил себя такому, что предпочел хранить вместо того, что ты имеешь и что ты есть? Искупление учит окончательному избавлению от всего постигнутого в прошлом. Показывай тебе, кто ты есть сейчас. Обучение должно завершиться прежде, чем скажутся его результаты. Следовательно, все обучение в прошлом, но его влияние определяет настоящее, придавая ему тот смысл, какой оно имеет для тебя. Твое обучение не вкладывает в настоящее никакого смысла. Ничто постигнутое не содействует твоему пониманию настоящего и не учит избавляться от прошлого. Твое прошлое это то, чему ты научил себя. Позволь же этому всему уйти. Оставь попытки понимать события, кого-то или что-то в свете прошлого, ведь тьма, в которой ты силишься что-либо разглядеть, лишь застит зрение. Не жди, что тьма просветлит твое понимание, иначе ты отрицаешь свет и станешь думать, что видишь тьму. Но тьму увидеть невозможно, ибо она только условие, в котором невозможно видеть. Если к свету в себе ты не принес еще всю тьму, которой обучил себя, ты не способен судить об истинности или ценности данного курса. Но покинул тебя Господь, ты получил еще один им посланный урок, выученный за каждое дитя света тем, кому Бог дал его. Этот урок сияет Божьей славой, ведь в нем вся его сила, которую он делит в радости со своим сыном. Постигни его счастье, ибо оно твое. Но чтобы этого достичь, ты должен добровольно и с радостью принести к истине все свои мрачные уроки и их сложить к ее подножию руками открытыми, чтобы получать, а не закрытыми, чтобы брать. Каждый темный урок, принесенный к тому, кто учит свету, будет им принят от тебя, поскольку он более тебе не нужен. И он охотно его заменит лучезарным уроком, выученным за тебя. Не верь, что урок, постигнутый отдельно от него, что-либо значит. Есть одно испытание, верное, как сам Бог, которым проверяется подлинность тобой постигнутого. Если ты полностью свободен от страха, в какой угодно форме, если все, кто тебя встречает или просто думает о тебе, разделяют твой совершенный покой, ты можешь быть уверен, что постег Божий урок, а не свой собственный. Если же этого нет, значит темные уроки еще гнездятся в твоем разуме, вредят и мешают тебе самому и всем вокруг. Отсутствие полнейшего покоя означает только одно. Ты думаешь, что не желаешь сыну Божьему того, чего ему желает его отец. Каждый темный урок в той или иной форме учит этому. И каждый светлый урок, которым Святой Дух замещает темный, Тобой отвергнутый учит тебя, что ты изъявляешь волю вместе с отцом и сыном. Пусть не заботит тебя, как выучить урок, столь непохожий на все, чему ты сам себя учил. Откуда тебе знать? Твоя задача весьма проста. Признай, всего того и постигнутого ты не желаешь. Проси учить тебя и не используй опыт для подтверждения постигнутого ранее. Если почувствуешь угрозу своему покою, скажи себе, я не знаю смысла чего бы то ни было, включая это, и следовательно, я не знаю, как на это отвечать. Постигнутые в прошлом не сделаю я нынешним путеводным светом. Как только ты откажешься учить себя тому, чего не знаешь, наставник, коему Бог поручил тебя, с тобой будет говорить. В твоем сознании он займет свое по праву место в тот миг, когда ты сам покинешь это место, предложив его ему. Быть собственным наставником в чудесах ты не способен, ибо ты сам же создал у них нужду. поэтому средство на которое ты можешь положиться было тебе дано. Нет такой нужды у сына Божьего, который бы не удовлетворил его отец, поверни сын к нему, хотя б чуть-чуть. Однако, принуждая сына повернуться к нему, Бог не остался бы самим собой. Бог не способен утратить своего тождества, иначе ты бы потерял свое. И будучи твоим он не способен изменить себя, ибо твоя тождественность неизменна. Чудо подтверждает его неизменность, видя сына его таким, каким он был всегда, а не таким, каким он себя сделал. Чудо приносит результаты, которые под силу только невиновности, и таким образом утверждает факт существования невиновности. Как же тебе столь крепко связанному с виной и преданному подобным озам установить для себя собственную невиновность? Это невозможно. Но будь уверен в своем желании признать, что это невозможно. Ведь только благодаря тому, что ты считаешь себя в силах самостоятельно справляться с какими-то незначительными делами или определенными аспектами своей жизни, руководство Святого Духа в ней ограничено. Ты делаешь его ненадежным и пользуешься этой воображаемой ненадежностью как оправданием, когда скрываешь от него определенные темные уроки. А ограничивая его наставничество той мерой, в которой ты способен его принять, ты не можешь положиться на чудеса в решении всех своих проблем. Неужто ты считаешь, что Святой Дух заберет у тебя то, что Он желает тебе отдать? Нет у тебя такой проблемы, которую Он не разрешит, предложив тебе чудо. Чудеса для тебя с любою болью, страхом, испытаниями уже покончены. Принеси все к Свету. Он принял их вместо тебя, признав, что их никогда не было. Не осталось темных уроков, которых Он не осветил бы для тебя. Тот урок, которому ты пожелал учить себя, Он уже исправил. Подобных уроков вообще нет в его разуме. Ведь прошлое не связывает его, а следовательно не связывает и тебя. Он времени воспринимает так, как ты. Каждое чудо, предлагаемое им, исправляет твоё обращение со временем, замещая его своим. Тот, кто освободил тебя от прошлого, станет учить тебя, что ты свободен от него. Он хочет, чтобы ты принял его достижения, как свои, ибо они предназначены тебе. А предназначены и тебе, они твои. От созданного тобою Он тебя освободит. Ты можешь отрицать его, но не способен взывать к нему вообще. Он всегда дарит свои дары вместо твоих. С такой уверенностью утвердит Он свое светлое учение в твоем разуме, что ни одного темного урока вины не останется в том, что Он своим присутствием учредил святым. Благодари же Бога, что Он есть, и все вершит через тебя. Все его достижения твои. Он предлагает тебе чудо со всяким чудом, которое ты ему позволишь совершить через тебя. Сын Божий будет вечно недерим. Мы пребываем в Боге как один и постегаем в Нем как один. Божий Учитель, как и Божий Сын, подобен своему Творцу, и через своего Учителя Господь провозглашает свое и Сына своего единства. Слушай в молчании, не поднимай свой голос против Него, ибо Он учит чудо единства, с Его уроком разделение исчезает. Учи же помнить, что Ты всегда творил подобно своему Отцу. Чудо творения нескончаемо, неся на себе печать бессмертия. В том воля Божия для всего творения, и все творение в этом волении соединено. Кто помнит всегда о том, что ничего не знает, но согласился все познать, познает все, доверившись же самому себе, постигнуть ничего нельзя. Те, кто рассчитывает на самих себя, разрушили бы свое побуждение к учебе, считая, что уже знают. Не думай, что понимаешь что-либо, покуда не пройдешь испытание полным покоем, ибо покои понимания сопутствуют друг другу, и порознь их не найти. Одно влечет за собой другое, ибо согласно закону Божьему, они неразлучны. Они и следствие, и причина друг для друга, поэтому там, где нет одного, не будет и другого. Лишь понимающие, что они не могут знать, покуда не увидят результатов понимания, способны все постичь. Для этого они должны желать только покоя и ничего иного. Как только ты посчитал, что знаешь сам, покой тебя покинет, поскольку ты покинул Учителя покоя. Когда ты полностью признаешься в своем незнании, покой к тебе вернется, ибо ты пригласил его обратно, покинув эго во имя его. Ни с чем не обращайся к эго, лишь это тебе и нужно делать. Святой Дух сам заполнит каждый разум, освободивший место для него. Желая спокойствия, необходимо отвернуться от Учителя атаки. Учитель покоя никогда тебя не покидает. Ты можешь его оставить, но он не отплатит тебе тем же, ибо его вера в тебя есть его понимание. Она так же крепка, как вера в его творца, и он знает, что вера в его творца должна включать в себя веру в его творение. В этой последовательности его святость, которую он не покинет, ибо на то нет его воли. С твоим извечного совершенством в его глазах он дарит дар покоя каждому, кто ощущает в нем нужду и кто его желает. Освободи же путь покою, и он придет, ведь понимание в тебе, а пониманию всегда сопутствует покой. Сила Господня, которые не оба рождены, твоя так же определенно, как и его. Ты думаешь, что его не знаешь, лишь потому, что он не познается в одиночку. Но погляди на великие деяния, что станет он вершить через тебя, и убедись, что ты вершил их через него. Немыслимо отрицать источник результатов таких значительных, что они не могли исходить от тебя. Дай ему место, и ты почувствуешь в себе такую силу, что более ничто не одолеет твой покой. А это и станет испытанием, благодаря которому ты убедишься, что понял все. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. на экране. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok